Делаем тестовое подключение. Тест, тест, тест. Да, нас хорошо слышно, напишите. А вот я включал, я так и не понял, где люди пишут. Пишут вот радио бонсай раздел. Ура, привет. Лена, привет. О, кстати, Ленин. Сейчас мы возьмем Ленина. Ловца снов Ленину. А, подарочек? Да. Лена пишет нам привет и тебе и мне. И сердечки шлет вот такие. Видал? Да. Какой подарок был. Красота. Сейчас вернется наш оператор, который видео, который может быть даже и поснимает. Фото в моменте. Фото в моменте надо. Давай я подержу, а ты сфоткаешь в моменте. Вот. Сегодня Паша приехал к нам в мастерскую в гости. Вот. Он приехал к нам в гости. И вот мы решили здесь, собственно, сделать эфирчик. Эфирчик. Ты в эфирчике. Вот. Ну, рассказывай. Рассказывай. Сейчас еще минутку-другую ждем. Решаем технические вопросы. Ой, кто-то нам прислал муравьев. А, ну, Назим завел муравьев. Поздравляю. Вот у нас уже 19 участников. Посмотрим, побьем ли мы сегодня рекорд. А сколько было рекорд? 25. Это много, да? Ну, не знаю. Много ли это мало для первого радио-бонсаи в России. Ну-у-у. Никогда такого не было и вот опять. Да. Я не могу сюда зайти. Я вот только вот эту штуку. Почему ты не можешь зайти? Ну, ты здесь. Так, а куда мне тебя идти? Где комментарии-то оставались? Комментарии. Где наш этот ваш бонсай-чат? Не знаю. Куда ты его делал? Вообще никуда не делал. Надо ввести ваш бонсай. Да, поиск. Ваш бонсай. Да. Вот, тыкаешь. Так, радио-бонсай. Радио-бонсай. И сюда выкладываешь фоточки. Вот, все. В моменте фотка есть. Да. О, Вячеслав, приветствую. Приветствую, приветствую, приветствую. Вот. Ну, что? Начнем? Ну, давай начнем тогда. Дорогие друзья, приветствую вас на очередном эфире первого радио-бонсай. Сегодня у нас очень интересная тема. Я ее назвал «Бонсай и корейские приключения Вани Жукова». Интересная тема. Потому что с бонсайем мы связаны глубоко и надолго, и навсегда. Наш друг-окерамист Иван Жуков посетил по осени тут недавно Корею. Впечатлился. Южную. Южную, южную. Ну, без разницы какую. Корею. Впечатлился красотой этой страны, увидел много-много всего интересного. Много мне рассказывал. Да. И сейчас он нам поведает свои новые впечатления, ощущения. Кстати, после этой поездки в Корею Ваня в своих бизнес-процессах творческих, керамических, сделал большое изменение, пересмотрел производственные процессы и глобально все изменил. Изменения продолжаются. Там, ближайшие пару месяцев, вы узнаете вообще еще и еще о следующих, следующих, следующих изменениях. Ну, потому что мы очень много, на самом деле, с Пашей болтаем за бонсай, как говорится. Вот. И очень много новых каких-то мыслей возникло после того, как я туда съездил. Мы вам расскажем теорию, называется «Спор об Оливье». Да. Вот. Мы вам расскажем, что это такое. Это интересная мысль. А, ты еще хочешь снять сейчас? Да, да. Вот сейчас жду. Нашего оператора. Нового юного оператора. Включайся. Лось-муравьед. Включайся. Муравьеда лось. Муравьеда лось. Да, я муравьеда лося людям сфоткаю. Да, у Вани здесь есть интересный свитер, на котором изображен то ли муравьед, то ли лось, то ли муравьеда лось. Муравьеда лось. Включена сама по себе? Нет. Горит, не горит, да, сейчас он меня долг. Отлично. Ну что, друзья, начинаем. Привет, Ваня. Здравствуй. Я долго-долго ехал и все-таки доехал. Да, Паша, кстати, первый раз. Два года уже есть мастерской. Паша первый раз сюда. Да, я все грозился, грозился, что я до тебя доеду, доеду. Так долго же слюбленный. Ну, не три же года. Не три же года. Ну да. Даже Кирилл раньше доехал, снял большой ролик про тебя. Да. Мне кажется, он никогда не смонтирует. Смонтирует, смонтирует. Ну ладно. Мы напомним. Да. Ну что, начнем про Корею? Расскажи, как ты дошел до жизни такой. Не, ну это логично, что ухотелся куда-то. Почему не в Китай? Ну, потому что я смотрю Дорамы, слушаю К-поп. Ага. Ну, в основном у меня жена слушает К-поп. Ага. Ну, тебе тоже приходится. Ну, мне тоже нравятся некоторые избранные мальчики из некоторых групп. Такие, как бы, они красивые. Поют хорошо. Эстетически. Эстетически, конечно. Вот. По-другому сейчас уже нельзя, как бы, да? Запретили. Значит, все-все-все. Ну, а если серьезно, короче, ну, в принципе, корейская культура, ну, как бы, в том, в популярном ее проявлении, она для меня прям, ну, достаточно близкая и классная. Вот. И мы как-то с супругой моей решили вообще на ближайшие пару лет посетить, поездить по Азии, средний и дальний. Вот. И решили начать с Кореи, а потом уже Япония, Китай. Что у нас там еще есть? Вьетнам. Вьетнам можно. А, этот, рядом с Китаем, остров рядом с Китаем, как его? Остров рядом с Китаем. Тайвань. Тайвань. Там, кстати, очень интересно. Это не то же самое? Нет, это независимое государство. Но там есть свои особенности. Там живет Минхсуан Ло. Это классный мастер бонсай, который выращивает огромные фикусы, мощные. Ну, и много еще чего другого. А, вот, Таиланд подказывают. Таиланд еще. Ну, и обязательно Узбекистан. Ну, да. Монголия хотелось бы. Вот. Естественно, если вдруг я пузико свое в Камбодже, спасибо, вот, Камбоджа. Если я пузико, Лаос. А, Лаосу это там же. Ну, рядышком. Вот. Короче... Бутан, пропан. Если я еще пузико подсброшу, можно еще съездить в этот, в Непал. Угу. Смотаться до... Просветиться. Смотаться до... Поехал я туда, ну, еще не буду забывать, что я керамикой занимаюсь. Ну, да. Вот. На планете есть два, ну, по крайней мере, с моей, как бы, такой внутренним, с моим внутренним ощущением, есть два короля керамики. Это Китай и Корея. Вот. А кто первичен? Китай, конечно. Китай, да? Вот. Китай. Вот. Китай, Корея, а все остальные страны уже, ну, по принципу, уже потом уже. А, Россия это самая сильная страна, и все другие страны завидуют в нашу разу. Также про Китай. Вот. Ну, потому что Япония, она самобытно все прекрасно, но, будем честны, мы с Японией и так, с этим, с нашим, с нашим влечением бонсай. Да, углубились. Мы Японию постоянно, как бы, задеваем, а вот такие страны, как Китай и, собственно, Корея, о них многие люди, даже те, в том числе, кто занимается бонсай, они, как бы, не знают, ну, не всегда знают, что, как бы, все оттуда. Оттуда. Кстати, для некоторых раскрыть небольшой секрет, что бонсай в Японию, есть версия, попал через корейских торговцев. Ну, как бы, там котел был. Да, да, да. То есть, получилось так, что был большой императорский Китай, рядом была небольшая Корея, и корейцы очень активно торговали. Причем Корея же сверху, она ограничилась, Монголии. Да, да. И там вот, там вот эта письменность, вот это все, там, в общем, котле развивалось, и поэтому, ну, и торговля, получается, с материком. Да. Вот, Япония там вообще через дорогу. Ну, да, там до острова, этот, Фукок, город там рядышком. Нет, это, Сусима. А, через Сусиму, если, да. Да, потому что, если в Пусан приезжаешь, Сусима находится прямо, вот, ты стоишь на берегу. А, ты же был в Пусане. Конечно, конечно. Поезд в Пусан, это первое. Мы поехали, а мы не планируем задолго очень сильно путешествия, поэтому я знал, что нужно съездить в керамическую деревню. И нужно будет обязательно съездить, сесть на поезд в Пусан. Вот, и все, вот просто. Ты же смотрел поезд в Пусан? Зомби. Нет, зомби я-то не смотрел. Ну, вот, посмотри, поезд в Пусан. Я не любитель зомби. Ну, а это очень нестандартный, как бы, фильм. Все смотрели поезд в Пусан? Скажите, товарищи. И, в общем, приехали мы туда, и, соответственно, я туда ехал, естественно, ну, первичная моя цель была, как бы, вкусить керамику. А как русский человек воспринимал, не обязательно русский, но, в принципе, человек, не живущий где-то, как он воспринимает? Он сейчас приедет, и там все только про это. На небе только и разговоры, что, да. Керамика, керамика, керамика. Да. Ты в Японии одни бунцаисты. Да, да, да. Каждому подходишь, каждый мастер выращивает бунцаи. И, мне кажется, что, вот, Сергей, вот. И, короче, я, примерно, так и представлял, что это, как бы, керамический рай. Я туда приехал, и я понял, что там керамики вообще нет. Вот. Ты приезжаешь в Сеул, и, как бы, ну, это просто город. Ну, обычный город, обычный мегаполис. Вот. И, да, и первые три дня я, вообще, не видел никаких следов керамики. То есть, настолько все. Ну, вообще, ну, вот, именно керамики, как я ее представил. А может, ты первые три дня спал просто? Нет, я ел. Ел, спал, пил, ел, пил. Соджи, да. Вот. Ну, там, реально, короче, получается так, что, ну, керамики в том виде, вот, когда реально, вот, ну, приезжаешь в Японию, значит, я должен встретить бунцаи сразу. Да, да, да. Вот, просто там, лавные, не с трапой, самолет. Там, я думал, что керамика у меня встретит. И что там, улицы будут с селадоном выстиланы. Ни хрена подобно, это большое, как бы. Кстати, корейское посольство в Москве, который, вот, возле Киевской, вот, этот мост, я забыл, как называется, мост, короче, переходишь, оно такое красивое, прям, прям, классно сделано, очень аутентично, прям, корее, корее. Ну, например, у них не принято, например, как у нас там, как мы называем это, some kind of каменюка. Ну, короче, какой-то, ну, какая-то хреновина, ее не восстанавливают, ничего, вот, она, типа, вот, древняя, классная. А, то есть, не реставрируют. А там, наоборот. Наоборот, оставляют в живом виде, как оно есть. Наоборот. А, прям новоделом делают. А, прям замазывают свежей шпаклевкой, делают идеально. Прямо свежей шпаклевкой, вот, чтобы оно выглядело, примерно, так, как оно выглядело раньше. Условно, если бы египетские пирамиды были бы в Корее, они были бы облицованными. Красивые, белые, белые, блестящие, с гранитом. Да, у них есть какая-то небольшая штука. Ну, я смотрю, как они там пагоды все эти реставрируют. Ну, в нули, ну, прямо. Не, ну, в Японии те же пагоды старинные, самые ценные, их с определенной периодичностью, раз в несколько десятилетий, полностью перебирают. Да, да, да. То есть, образ сохраняется, который был там тысячу с лишним лет назад. Да, да, да. А физически это новое дерево. А потом древесину с этих пагод, то ее продают на сувениры, раздают. То есть, это большая ценность, потому что это старинная. Ну, вот об этом и мечтаю. Да, не забывай, что мы с тобой в радиоэфире. Нет, мы еще. Поэтому надо зачитывать. Ну, вот Лена говорит, ну, знаешь, в Японии тоже не везде можно керамику встретить, как оказалось. Я, когда брата просил привезти мне оттуда плошку, то он просто вот так вот, насколько ничего не нашел бонсайного. Вот, вот. Да, да, да. О том и речь. И потом, естественно, я... А потом начал понимать. А потом как увидел, а потом как увидел. А потом как понял, куда смотреть. А смотреть, как ни странно, вот все, что для нас кажется таким сакральным и замечательным, оно там просто не изложено просто до таких простых бытовых вещей. Во-первых, я заметил, что там просто тупо принято выращивать деревья в катках. В горшках? В горшках. Не в катках. Не в деревянных бочках, а вот именно в горшках. Да, да. В керамике. В какой-то хоть ящик. То есть у них там прям вот, ну, ок норм это. Вообще просто по городу ты идешь, ты постоянно токаешься на деревья, ну, на деревья в этом. В чем-то. Да. И там принято, например, обрезать деревья. То есть там вообще нет ничего не обрезанного. Стрижено. Не обрезанное. То есть не стриженное дерево я встретил один раз. Это был какой-то пустырь заброшенный с горевшим домом и с двумя полумертвыми какими-то людьми без особого места жительства. И вообще там, скорее всего, наркоманский притон. Это вот единственное. Другие шесть деревьев на этом участке были пострижены. А это не пострижено. Не добрались. Ну, то есть там все вот, все очень аккуратненько пострижено. Веточка, 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 веточка. Вот. И, соответственно, их выращивают в горшках. И как бы возникновение бонсай, вот как бы вот этой вот техники стриженого дерева в горшке, оно как бы там... Пакет туда убери его просто, чтобы он не шуршал. Оно там как бы в двух шагах. Ну, то есть там не надо прыгать далеко. Ну, то есть формально бонсай, то есть нечто в горшке, оно везде присутствует, как что оно находится. Если это какие-то старинные, ну, не старинные, если какие-то частные дома, точно так же. Там есть, ну, отдельные клумбы. На клумбе обязательно растет сосна. И эта сосна обязательно стриженная. Но, насколько я понял, там есть специальные питомники. Это мне уже потом рассказали, потому что там я этого не обнаружил. Там есть специальные... А, по-моему, даже ты мне говорил. Да, да, что все это вращается в питомниках, после этого сажается. Да, все это сажается, и это типа вот норм. И также с керамикой. Я понял, что керамика, она вот, это посуда. Ну, то есть у нас найти хорошую посуду, надо постараться. Ну, у нас, я так понимаю, керамическое дело именно в плане... Посуды очень высокая. Посуды мало. Очень высокая. Высокая, но мало распространенная у нас. Ну, оно да, потому что к нам гонят шерпатреп из Китая, в основном. Ну, вот, а из хорошей такой посуды, которая недорогая... Кстати, напишите, кто где покупает, собственно, себе тарелки. И вообще, задумываются ли, где покупать тарелки. Выбираете ли вы их красивой или как бы так? Функциональная. Да, ну, от Икеи раньше была. Вот сюда покупали посуду в Икеи. Там, как бы, недорого и качественно. Вот, функционал. Ну, вот, собственно, вот и вот. Ну, функция посуды... А там ты смотришь на эти фарфоровые тарелки. И это красота. И это какая-то забегаловка, ну, то есть... А, то есть фарфор в любой шаурмячный. И ты начинаешь это замечать, что, ну, как бы, эта керамика, она проникает вот туда, вот, на тот уровень. Понимаешь, потом я съездил там целую деревню, посвященную керамике и там... А, это где ты выкладывал фото, там это печь анагама за решеткой. Да, это все вот это. Да, там целая деревня, там стоит очень много этих анагам. Но анагама, ну, название-то японское, в общем-то. А, ну, давай пару слов расскажем, что такое вообще анагама, для тех, кто не знает. А, одна камера. Ну, то есть это одна большая, однокамерная, дровяная печь для обжига керамики. Какие там температуры? До 1400. То есть это прям очень, очень много. Это фарфор, да? Фарфор, да, фарфор обжигается. Ну, как раз вот это и здесь. Для ежедневного пользования достаточно обычной тарелки или вилки. Ну, вот как раз, возвращаясь к анагамаму, вот этот горшочек, можно даже поближе к камере показать, Вань. Вот, вот этот горшочек, это из китайского фарфора, и он обжигался в Псковской анагаме. У Марины Акиловой, да. Да, есть у Ивана такая очень хорошая подруга, керамист крутой, который делает просто космические вещи. И это да, и это да. И такую красоту. Анагамма, ну, однокамерная печь. Нобре гамма, это многокамерная. То есть вот гамма, гамма это печь, а все остальное это количество. Или камера это. Или камера. Да. Ну, да, разный вариант. Нобре гамма, канагама. Короче, дровяные печи там стоят, люди делают, у них у каждого свой домик. Красота. Там, ну, это как бы отдельно, как бы для керамического стрима, там, всякое, все, что я там на увидел. Но специфика, видимо, в том, что у них есть те глины, из которых делают, ну, можно обжигать ванагами высокотемпературные. Парфорио и все остальное. У нас-то они и минидасты. Ну, смотри, у них это вот пошел соседний огород и накопал, да? Да нет, нет, тоже производство. Не, ну, глобально, то есть оно где-то рядом или надо ехать везти там за 500 тысяч, 2000 километров? Ну, калин они, скорее всего, в Китае закупают. Это там, Китай же и пришел, ой, в Китай пришел. Парфор же пришел из Китая. Они его, собственно, придумали, разработали. Ну, скорее всего, там заказывали. Понятно. И там, видимо, Алиэкспресс. И там все забито книжками про керамику. Все, все секреты. Все, что у нас там говорят. Боже мой, это секрет передаваемый. Его только недавно открыли, потом потеряли, потом снова открыли. А мы лично для вас откопали и принесли. А там это просто... Там стоят книги, как приблизительно, как у нас... Как у нас Windows для чайников. Windows для чайников или как посадить картошку. Здесь же мы там, сад и огород, огород в твоем сердце, сердце в твоем огороде. Вот это все. И там реально вот огромное количество вот этого книженца. И ты начинаешь понимать, что все это доступно. Никто на это не обращает внимания. Есть энтузиасты, которые этим занимаются. Но они занимаются этим абсолютно просто. Там из этого не делается... С одной стороны, там этого много. С другой стороны, там из этого не делается никакого культа. Как примерно у нас в России не делается культа из Достоевского. Ну да, у нас наоборот. Да. Многие в школе даже его не читают. Ну это уже проблема российского образования. А при этом весь мир фанатеет Достоевского. А весь мир, боже мой. Какую красоту нам. Нам Лена сейчас прислала тарелочку, на которой выдавлены красивые листики, побеги, веточки. Посмотри, посмотри. Да, вот она пишет, сделать, обжечь, поставить на полку, любоваться. Но с другой стороны, она тоже функциональна. Да, абсолютно функциональная вещь. Да, и она простая. Никто из этого не делает там какое-то чудо чудесное. И вот, короче, когда прошло, сколько, две недели мы там побыли, и меня тут щелкнуло. Куда? Ну вообще щелкнуло. Мысль, мысль. Мысль, что... В голову. Что, в принципе, ну, как бы, там эти вещи настолько естественны, и к ним настолько просто относятся, что вот наши все вот эти вот мотания, ну, вот эти вот бои на мечах, кто более правильный... Кунг-фу, более круче моего кунг-фу. Да, я 10 лет этим занимаюсь. Я 20 лет. Я там самый крупный в России что-либо. Да, да, да. Там либо ствол у него самый крупный, либо магазин самый крупный. Они же все вот так вот. А на самом деле, если посмотреть на это со стороны, например, ну, того же самого, мне кажется, японца и так далее, ну, как бы, это вот, я привел вот этот пример, это как вот, если бы вы вдруг, приехав куда-нибудь там в Никарагуа или там Аргентину, услышали бы, как два степенных мужика бьют друг другу морду из-за рецепта оливье. Боже мой, я делал оливье еще когда-то, и ходил пешком, а ты меня подсидел, а ты учился у этого великого оливьешника. Ну, то есть, ну, это же... А я учился у самого Люсьена оливье. Ну, то есть, там же тоже, ну, как бы, люди же готовят, есть ли в высокой кухне или еще что-то, но в остальном это, ну, утилитарная функция пожрать, утилитарная функция посадить дерево в горшке. Ну, вот почему здесь вот эти деревца стоят, вот, например, вот этот фикус. Ну, да. Это же не бонсай, ну, как бы, это не то, что бонсай, да, это просто такой, этот, сын полка, вот он растет. Ну, да, он скрашивает работу в подземелье. Да, и медведь, веточка налево, веточка направо, там еще что-то, может там... Какие-то палочки там распиханы. Да, ну, это чтобы его завернуть. А, понятно. Или вот, вот эти премины растут, ну, выглядят как бонсай, значит бонсай. А, выглядит как бонсай, говорит как бонсай, значит что? Слушай, у тебя такой мох бонсай, бонсай, все. Вьетнамский бонсай, у тебя такой мох классный. А, у нас Леша, Леша, утаранил блюдо с мхом. Негодник, негодник, да, короче, здесь очень странно в мастерской, здесь высыхает все за сутки. А при этом мох растет? Мох растет как бешеный. Это вот отсюда его уже два раза выдирали. И куда-то подсаживали. Людям покажи. Да, покажи, да, покажи, ну, ты покажи людям. Что здесь растет циккуленка и так далее. Короче, на самом деле, вот все, что мы берем у тех культур, там, в Корее, в Японии, в Китае. Я пока еще не был в Китае, в Японии. Я допускаю, что мое мнение может диабетрально, ну, измениться. Изменится, да. Вот. Но почему-то, мне кажется, я услышу и увижу там примерно вот это. А, суисейки. Господи. Да, у тебя же купил первый свой суисейки. Да, что ты там накромсал, заклятием. А, накастовал. Не знаю, здесь смысл в том, что... Ну, прочитай, что. Лена пишет, Ваня, что ты там накастовал. Делись заклятием, все быстро сохнет, а мох растет. Ну, во-первых, это подземелье. Это подземелье. Здесь, в принципе, очень низкий уровень влажности, но очень большой уровень влажности. Но при этом здесь всегда гуляет воздух. Здесь очень сильное проветривание. А, то есть, все-таки, знаешь, здесь, видимо, оптимальная влажность, но за счет того, что воздух гуляет, быстро все сохнет. Воздух гуляет, высушено, чем быстро. Правильно проветривание. А здесь, вон, стоят 2-3 точки, настолько вытягиваю, что вот отсюда пыль поднимает до потолка. А, даже видно, что она шевелится. Да, на 3 метра поднимает пыль к потолку. И вокруг, ну, вокруг вентиляторов. И, короче, вообще, у кого, кстати, из нас стоят вентиляторы? Вот люди, которые выращивают различные растения. У меня. И в туалет, и в туалет. А, да и еще на растения? То есть, в туалете. И в туалете на кухне. Нет. Я про вот те люди, которые выращивают... А, ну у Георгия Арестова. Но он не выращивает канаби. У него стоят вентиляторы в теплице, огромные, мощные. У Кирилла Аигина. Это отопительный вентилятор, они еще и гоняют воздух, у Кирилла тоже гоняют воздух, но это часть отопительной системы, если бы они не отапливали, у них не стояли бы вентиляторы. Нет, у Кирилла Игина как раз отапливается отдельным аппаратом, а вентиляторы разгоняют. Смотрел джентльмены, удачи? Нет, просто джентльмены, наверное, да, про английский фильм про этих, кажется смотрел, ну вот, Гай Ричи предпочитает. Там захочешь, я всегда удивляюсь, что у нас люди не могут вырастить, я не знаю, кактус, доходяжины не могут вырастить, а те люди, которые всякие интересные, кленка на плен выращивают, они там, короче, у них освещение, флор, 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 ну, в принципе, эти люди, гроверы, они двигают квартирное растеневодство очень активно. И среди нас много людей, любящих гроберскую тему, но с точки зрения бонсай, потому что они создают идеальные условия для выращивания много чего. Да, конечно, вентилятор, ответ вентилятор. Хороший приточный вентилятор, кстати, очень есть тихий, вот, я, правда, тоже себе еще не купил, но надо бы. Но, пью, но возвращаясь к вентилятору в ванне и в туалете, вот, когда я включаю вентилятор и в ванне, ой, в ванне, вот это, в туалете вентиляция и на кухне, реально идет бешеный приток свежего воздуха через окно. Потому что в чем хитрость наших квартир? По советским СНИПам вентиляция приточная не предусмотрена, она осуществляется через естественные неплотности окна. А вытяжка естественная, но поскольку все мы налепили пластиковых окон, у нас воздух замер и не движется, поэтому приоткрывайте. Ну вот, вентилятор в боксе обязателен. Но он не только я имею в боксе, а в принципе у нас, ну, мало... Обязательно нужен приток. Ну, мы отошли от Каии, вернемся назад. Вернемся к ней. Короче, смысл о необычности и обычности. Вот. И те вещи, которые... И когда ты, и когда приехав сюда, я посмотрел, вот, опять-таки, на керамику, на бонсай и все, чем мы занимаемся, уже вот с тем ощущением. Суисеки. Вот. Ну, ты наконец понял, что такое суисеки? Да. Когда вот живьем увидел их, посмотрел. Да. Ты увидел камушек, поднял его с асфальта и притащил домой. Вот. Это вот та самая капсула памяти, как я говорил в прошлом эфире. Все. Просто, как у людей, занимающихся суисеки, даже Паула, он же очень любит суисеки. Ну, он же... Это все очень серьезно, но это не настолько серьезно. Ты что, ты не понимаешь, здесь отколот кусочек. Ну, это не Паула изображает, а среднестатистического любителя... Суисекистов. Ну, кстати, да, мне рассказывал Георгий Мацаканов, как чешские любители суисеки чуть не подрались из-за того, чем обмазывать камушек, чтобы он был эффект мокрого камня. Да, да, да. А там это просто, ну, как бы, у них это принято. Вот как у нас гербарий сушить. Насколько я понял, это тоже как бы не у всех. Сейчас, правда, уже детей не заставляют, по-моему, в школе. А когда я еще учился, ну, то есть я же зацепил, ты гербарий сушил? Конечно. Листочки в книжках. У меня был специальный томик сочинений Владимира Ильича Ленина, в котором я сушил дубовые, липовые и гинговые листочки. Ну вот. А потом эта книжка, оказалось, мне в институте пригодилась. Оказывается, апрельские тезисы там хорошо расписаны были и коротко. Фактически, фактически. Только что я узнал, что я с четырех лет занимался в суисеке и собрал красивые камни. Томик, собрание сочинений. Да, томик. Нет, не собрание, а прям краткие. Вот, кстати, возвращаясь к обучению немножко, мы как-то с тобой общались на тему обучения, что если берешь те советские учебники, они реально более качественные, более четко прописана вся информация. И когда ты обучаешь, у тебя получается вот сборник, выжимка классная. А в современном институте современный учебник, это просто вода, 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 и ты в этой воде должен найти что-то ценное. Тоже был гербарий в школе, в садике вообще безалтка была. Ну вот, об этом и речь. Ну, это наше увлечение. Ну, наше естественное. Наше естественное увлечение. Вот, собирать камни с дырками на пляже. А, ну да, эти, как он, куриный бог. Куриный, куриный бог. Да. Ну вот. Или бабушки, выращивающие в старой кастрюльке гераньки. Да. А, и пошлые рисуночки на камушках на Черноморском побережье. Я этим не занимался. Я не такая, я жду трамвая, вот это все. Это же прекрасно, прелестно. Тоже так делал, да? Нет. Я один раз был на Черном море, и тогда я в таком не думал. Вот. Желуди из шишки. Да. Много чего. Ну вот. И, короче, я понял, что мы очень сильно... Надо же что-то задекларировать, да? Да. Я понимаю, что вот этой напыщенностью, серьезностью, вот этой, мы, во-первых, повышаем стоимость входа. Да. Стоимость входа в какое-то влечение. Во-вторых, мы искажаем его изначальный смысл, да? Вот используя вот эту всю нарочитую, давай ее так назовем, нарочитую серьезность. Вот. Это второе. И третье. Мы не даем человеку развиваться. Потому что запихивать человека в догмат. А если, ну вот, кто знает меня еще с моцайного канала, я, в принципе, очень, ну, такой... Иронично относишься к догмам. Да. У меня борец с догматами прям большой-большой. Потому что они очень сильно... Они тебе сужают поле зрения, они убивают в тебе художника. А! И самое главное, это как говорил К. К. Вейштрасс. Вейштрасс. Нельзя быть математиком, не будучи поэтом в душе. Да. Это у нас висело в классе математики над доской. Поэтому всю жизнь я это как читал, и оно, видимо, ну, проникло там в моржечок очень глубоко. Да. И, короче, если ты ограничиваешь что-то догмой, оно не развивается. Нет, догма нужна, вот как я всем всегда говорю, как всегда привожу пример экибаны. Вот сейчас, кстати, идет выставка в аптекарском огороде, завтра будет последний день. Обязательно посетите, советую, куча классных композиций. Возвращаясь к экибане, ты сперва изучил классику, ты понял ее. То есть, в русском варианте ты просто научился писать, научил русский язык, выучил русский язык. А дальше ты можешь уже свободно творить. Когда ты знаешь, как это делается в классике. А с другой стороны, зачем? Нас тут останавливает наш поток мыслей. Так нет, это и есть тема, ну, это и есть тема поездки. Если вам что-то конкретное еще про поездку, вы спросите. А так у нас изначально, ну, тема была как раз, мы к ней и пришли. Да. Мы пришли к теме того, что те вещи, которые мы здесь с вами там, деремся из-за них. Чай, чайная церемония. Бонсай. Пукнуть нельзя, кашлять нельзя, смеяться нельзя. А еще больше меня все бесит. Вот эти вот маленькие сухарики. Очень вкусненькие вот эти. Вот ты сидишь, короче, вот это все напыщенное. Кушаешь эту красоту. А потом все это кушаешь, тебе прям вот нарочито в лицо этой красотой тыкают. И вот, а я думаю, а можно как бы мне еще жрать-то хочется? У нас же как бы там же как бы поели люди, и потом сидят, чаепитничают. Ну, большая, большая чайная церемония японская, она включает в себя обед. Да, но не с голодухи, понимаешь? Понятно, что ты не голодный должен прийти. Чай голодный пить вообще нельзя. Ну, девчонки тоже к нам приезжали, вот эта чайная церемония сидишь. Мы поэтому всех покормили сперва. Да я все равно голодный там был, и хочется... Ну, всем же еды хватило. Я думаю, можно эти сухарики есть или нельзя есть сухарики есть? Паша, Ниван один. Чего Ниван один? Был голодный. А ты тоже был на этом? Да, но я опоздал. А, ну поэтому и Ник был голодный. Чуть-чуть опоздал. Вот, короче, и вот как раз вот эта всякая гематичность. Нельзя резать дерево, боже мой. Сегодня ты его не порежешь, а завтра он сдохнет. Ну, сдохнет и сдохнет. Не, ну если ты его не порежешь, оно не сдохнет. Ну, а если даже порежешь... Ну, ты его можешь зарезать. Ну, сдохнет и сдохнет. Наша любимая пословица. Не от этого сдохнет. Не от этого сдохнет, да. Ну да, есть много причин, почему оно сдохнет. Да, да, да. И не совсем обязательно. А вот, кстати, про бонсай в Корее. Вот прям классический вот этот бонсай в горшках, в ложках. Ты их там видел? Несколько продавцов видел. У них там многовато было именно суисекистов. Потому что, я так понял, в Корее прям... У них там это не суисеки находится, они слова суисеки вообще не знают. Ну, потому что это японское слово, у них свое название. Да. И там их полно. Особенно вот кто смотрел видосы с этого, с рыночка, как его называют. А я, кстати, могу в чат сейчас скинуть. А мы его потом скинем. Скинем потом. Блошиный рынок. Угу. Там этих камней, они причем разные, они большие, маленькие. А далеко ты сможешь достать суисеки у Маши? Да. Мы покажем. Мы покажем, Павел. Ты привез суисеки? Да. Запакованы. Да. Ну, это стоит того. Мы хоть с Пашей ее обсудим. Ладно. Камушек. Камушек за... Ну, кстати, я видел, на ВДНХ был какой-то китайский павильончик. И там были вот эти суисеки, ну, мы их называем суисеки условно. Да, да, да. Они были прям выполированы такие вот на... На дайзи. На дайзи, да, стояли прям. Ну, суисеки китайские, как раз Михаил Благовещенский плотно этим занимается. Маша пишет обратно в коробку потом. Положи, пожалуйста. Конечно. О, чайничек. О! Будет только в этом случае. Так. Наш деревянный человек Слава пишет. Господин Ванька, вопрос строго по корейской керамике. Суть чайный набор, привезенный из Кореи. Селадон, аистый чайник с ручкой, классика, в общем. Дяденька, который продавал, рассказал, что чем старше мастер, возраст физически. Тем ценнее и дороже его изделия. Сталкивался с подобным и насколько это объективно. Объективно. У них там же культ взрослости. Возраста, да. Возраста взрослости. Культ возраста. Поэтому в любом случае, даже если ты, не бог весть какой богатенький, но ты старше, тебе даже более богатый человек будет относиться с уважением, с нарочитым уважением. Потому что там вот возраст это прям... Ну это в принципе как и на Кавказе, и в Средней Азии. Очень красивый этот чайничек. Да. Я такой же купил, только у меня более классический японский. Вот они аистые. А, вот эти аистые. Да, 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 да. Вот. Мне обошелся набор с шестью чашками. Вот чайничек классический для чайных церемоний. Плюс шесть чашечек. Он мне обошелся типа на наши деньги в три тысячи. Ага. С чайкой. Селадоновой? Селадоновой. Красивый, бесподобный. Это прям такая тыковка. Вообще керамика там, кстати, очень доступная, я бы сказал. Потому что массовое производство ее много. А там нет различия. Там массовое производство аккуратное. Немассовое производство тоже аккуратное. В любом случае высокое достаточно качество. Очень высокое, да. Так, вот пишут, третьего человека почти не слышно. Но у нас его нет, третьего человека. Он есть, но он помогает. Ты говори мучей, когда говоришь. А то тебя не слышат. Хорошо. Или подходи ближе к микрофону. О, Юля с Крыма прислала классный камушек. К теми суисейки, вот, своей дайзе. Как раз пытаюсь своей дайзу. Юля, ты уже занимаешься керамикой бонсай. Еще решила заняться суисейки и дайзе поточить. Смотрите, как красиво. Ух ты, красота. Ой. Во, во. А это моя фотография, да? Да, да. Держите своих аистов. Спасибо большое, да. Вот. Маша как раз показала фотографию большой высокой вазы, на которой сделан узор из белых аистов. И она стоит на деревянной подставке. Это где-то в магазине или на блошном рынке, да? Да, это в магазине. Вот как бы в этом чудесном виде увеличить? А, нет, здесь не увеличь. Нет, control и колесико покрутили. Оп. Ух ты, сколько аистов. Блин, ценник не вижу. Там на китайском что-то написано. Это корейский. А, это корейские? Ну, иероглифы китайские. Нет, корейские. Китайские? Они все китайские. Даже в Японии иероглифы китайские в основе. А, ну это да, ладно. Короче, вот эта ваза, она сделана на заводе. И она, ну, на наши деньги будет, наверное, 1015 стоить. Ну, это метровая высота где-то, да? Полметра, да. Ну, ладно, 70. Блин, 70 сантиметров очень красиво. Да. Ну, это ручная работа. Или это заводской рисунок? Рисунок заводской. Ну, плёнка. Но ты при этом приходишь, ты при этом приходишь к мастеру, там точно такая же ваза, только пальцы немножко все разные, потому что старенький дедушка от руки рисовал, и она уже будет стоить 250 тысяч рублей. А качество одинаковое. То есть там вообще не в этом дело. Вот эти вот чаши, бычая кровь называется. Ну да, рядышком стоят такие большие чайные чаши. То есть вот это всё копейки стоит. Это просто ширпотреб. Ну, это ширпотреб такого уровня, что ну прям вот... Ну, тут Ваня как раз показывает фотографию магазинчика небольшого, керамического, где стоит вот эта красивая ваза. А вот Юлин делает интересные варианты Dice. Да, да. Интересные варианты Suisseki. И это... Попробуй кто скажет, что это не Suisseki. Suisseki? Так точно. Вот, Suisseki. И вот, вот... А там кто-нибудь там... Эти... Кто? Тиваны. Угу. На блошином рынке вот стоит ящик... Ковыряйте сколько хочешь. Ковыряйте сколько хочешь. Если я купил здоровый такой в этом... Вот как у стакана вот прям такие вот... Да, большие тиваны. Тиваны большие... Ну, это мой, да. Это мой. А, это твой? Дай мне задержать. Это самоделищный или ты оттуда привез? А, это твои работы. Ну, вот как раз сейчас Сергей поднёс нам тиванчорингий. Да. Ну, конечно, там девочки расскажут, что там два пальца не вмещается. Не канон. Ну, есть нормативы. Ну, это же чайная церемония японская. Там всё строго, жёстко. Китайская, кстати, чайная церемония в этом плане более демократичная. Вообще ничего не жёсткого. Вообще ничего не жёсткого. Переходишь, пьёшь чай. Хочешь более серьёзно пить чай. Более серьёзно пить чай. Иди пей серьёзно. Там у них нет такого, что ах ты а-та-та. Блин, красивая, красивая. Кстати. Теперь доведи Машу за инфакция. Во, смотри. Покажи. Это ты его купил или нашёл? Это вот Маша в подарок. Ну, ты его нашёл или? Купил. Ты просто можешь прийти на рынок и купил. А, и вот такие камушки. Да, да, да. Ну, мы потом у Паула спросим. Как там всё? В принципе, плоскогорье здесь есть. Вот небольшая гора. Там есть какие-то свои нормативы серьёзные. Крофивый камушек. Да. Такая долина. Плоская гора с долиной. Да. Мы нашли лицо у камня. Так, а что нам Ксения пишет? Вань, такой вопрос. В последнее время много смотрю материал по плошкам с лепниной. А лепниной или как их обозвать? Ну, в общем, барельефом. А барельеф это где? Лица? Нет. Это горельеф-барельеф. Разная степень выпуклости. Горельеф это впуклость? А. Или в выпуклости? Не помню. Это надо у тебя спрашивать. На ютубе нахожусь только из бетона. Это вообще существует? Из глины? Если да, то как с этим в Корее? В Корее край выпуклости. Вот. В Корее вот видосы. Спасибо огромное. Вот видосы и так далее. Нет, договори про... Что? А, вот я и говорю. На видосах можно увидеть, что там достаточно консервативная посуда. Именно посуда. Гошки отдельная тема. Потому что корейские горшки омерзительны. То есть настолько вот прямо. Вот. А вот посуда, там в основном только плоский рисунок. В основном это фарфоровое литьё. И всё, что с этим связано. Вот. Потому что всё остальное там не любят. Не любят. Ну понятно. В рельефах и выпуклости. А, ну выпуклости это больше вьетнамская тема, я так понимаю, и тайская. Да. Вот как раз мы были у Лиена, он нам показывал, как мышь и кота хоронят. Причём это, оказывается, сказка-то международная. Я у нас находил лобок на эту тему. Я потом вспомнил. Да. Прям вот процессия из мышей, которые везут кота хоронить. А он зараза не помирает. И там как раз вот эти объёмные всякие вот эти штуки сделаны. Ну вот так. Ярко раскрашенные. Да. И у них там это особо ценится. Прям вот серьёзно. Да. И там вырви глазные вот эти все глазури. Яркие, да. Но они скучные по сравнению с корейскими горшочками. Корейские горшки они все красненькие какие-то. Прям вот они делают вот это условно, да. Вот там силадоновое. А вот эту вот печку, да. Вот эту печку. Да. Сейчас здесь нам Маша показывает. Прислал ссылку на YouTube, где там большая печь изображена. Видел, гулял там. Вот. И, короче, они... А! Ну вот они! Ну видео не будем включать. Оно будет звучать? Оно будет звучать, да. А если вы звук выключите? Ну, я в принципе понимаю, вижу. Просто это надо же будет рассказать. То есть, вот. Например, вот то, что кито. Ага. То, что вот эти вот самолепные какие-то горшочки. Ну, они формально получаются. Спасибо большой Корее. А у тебя есть образцы, вот здесь условно, близкие к корейскому. Корейской керамики? Ну, сейчас где-то у меня лежит горшочек. Да. Вот, кстати, Мария пишет. Ваня был в деревне Ичирон. Это как раз та самая деревня, в которой живут керамисты. И в анагамах обжигают массу разнообразных горшочков. Тарелочек, плошечек. Ну, и сейчас минутка рекламы. Мы придумали уникальную акцию с Пауло. В честь Нового года на ближайшее занятие, которое будет 9 и 10 декабря. Пробное занятие будет стоить вместо 16 тысяч всего лишь 10. То есть можно окунуться глубоко-глубоко в изучение искусства бонсай. Сделать себе такой классный новогодний подарок. Пообщаться с мастером близко-близко. Войти в эту нашу интересную атмосферу. Кстати, Ваня, надо тебя пригласить на наше занятие. Чтобы ты вот так вот чуть-чуть погрузился. В атмосферу рассказал что-нибудь интересное про керамику. А, рассказать? Да, да, да. Я с удовольствием. Обязательно тебя пригласить. Обязательно. Вот как раз сейчас Ваня поднес горшочек самолепный. Это кто лепил? Кто лепил? Это Юля. Ну, это Юля, да. И вот такой вот он выглядит. По форме это такой небольшой плоский приплющенный шарик. Вылепленный вручную. Интересная форма. Кстати, очень напоминает чайные чаши. Да, боже мой. Это просто кусок. Локтем ударили. Потому что... И отпинали. И отпинали. Потому что зачем? Потому что печь дорого стоит. То есть сама логика процесса. Если там выращивают растения, это просто. Просто принято. Ну да. В майонезных баночках. Кстати, все в керамике. Но керамика дешман. Просто слеза просто. Но керамика. Но керамика. Вкуса никакого. Вот. Это правда. Вот честно. Вкуса никакого. Да. И короче, вот представь. У тебя она гамма. Стоимость топки. Она в одной одной гаммы. Это условно говоря, зарплата семьи за неделю. Или за две. А как часто топят? Ну вот если условно взять производственный процесс. Ну раз в месяц минимум. Как часто. Раз в месяц. То есть месяц лепят. Обжигают. А если драгон килл, то могут вообще сезон лепить. Ага. Это огромная анагама. Ну там 15 камер и так далее. Ага. Вот. И в принципе анагама часто не топит. Ну ее нельзя часто топить. Да можно, но просто где-то столько дров найдешь. Ну ты ее три дня топишь. Хе-хе-хе. Ага. Ага. Слава пишет. Языкастый человек. Мои книг, когда Ваню заманишь к Паулу. Да. Ааа. Ваня, что ты делаешь 9 и 10 декабря? Ваню на каком-то банкете. Ах. Жалко. Да. Ну это будет после Нового года. Потому что Ваня сейчас активная. Ааа. Еще кстати в Корее. Да. Ваня на мониторе открыл фотографию. Это тарелка. Да? Да. Тарелка. Большая такая тарелка глубокая. Зеленовато-сероватого цвета с узором... 14 век. 14 век. Красота. И это просто закусочная. Это музей или это... Нет. Это просто закусочная. Они так по фану там... Просто поставили где-то там... Да. А. То есть это производители сами. Не производители. Вот как у нас там... Бабушкины сервизы стоят? Вот у них только вот такие бабушкины сервизы. А. Бабушки постарше. Вот это конечно просто что-то... А. Вот это я помню. Это современнощина. Это какая-то интересная такая... Это Европа. Вазочка, баночка. Короче баночка с крышечкой. Из керамики. Там в принципе бабушка может храниться. То есть она так выглядит. А. Настолько. Бабушка всегда с нами. Ладно. Давай... Селадон. Селадон. Селадон из праха. То, что керамика тебя расстроила. Чернушник ты наш. Чернушник, да. Я говорю про то, как эти горшки делаются. Тебе нужно просто сделать горшок. Тебе надо забить анагаму. Анагаму просто в свободное место. Ты не будешь как бы тратить свое время на это. То есть они где-то, условно говоря, в одной анагаме может обжигаться и шедевр, и самый примитивный. И самое главное, что ты не будешь на это тратить время. Это же твоя работа. Ты же не можешь... Сейчас мы можем поставить себе плавка про печка. Стоит двадцать тысяч... Двадцать тысяч, двадцать пять, да? Что такое? Ну это маленькая печка. Ее хватит на этот горшочек. Ага. И ты будешь с ним, простите, задротствовать только сколько тебе нужно. Ножечки там выделывать или еще что-то. Но керамика штука очень утилитарная. Тебе нужна емкость, куда нужно поместить что-то. То есть даже здесь мы как бы заморачиваемся по форме. Ну нравится вот этот кубизм и все остальное. А все остальное не надо с ним ничего делать. Очень простой уровень входа. Берешь и лепишь. Ну это я... Помнишь, мы с тобой проводили эфир, когда я работал в магазине искусства Банцепп предновогодний. Да. Когда три плошки слепить за сколько-то часов. Да. Единственная плошка, которую мы слепили, это моя, она до сих пор у меня стоит. Я просто взял кусок глины и пока мы с тобой общались, налепил из него что-то. Проковыряли дырочку, ты потом сделал пару бороздок, обжег, все. Да. А другие ты в результате перелеплил. Нет. В эфире они что-то там... Да нет, мы их не долепили. А, да, мы не успели долепить. Там саке было. Да, там было саке. Очень много саке. Шотландское. Очень шотландское. Ирландское даже. Ирландское? Я уже не помню. Ирландское саке. Вот. И к чему вот мы приходим? А мы приходим к тому, что вот мы взяли суисеки. Берешь, собираешь камушки. Да. Если хочешь как-нибудь там приобщиться, вот ты говоришь, что надо сначала изучить основы, а потом типа ну сиди там... Нет, если ты собираешься глубоко погружаться в эту тему и быть прям художником... Я считаю, что... Но ты же изучил сперва технические процессы производства керамики? Нет. Ты просто стал лепить сразу? Да. Прямо сел и... Но потом ты все равно погрузился в технологии. Но это уже из интереса. Когда ты уже влез и ты понял, что тебе надо. Но я немножко отбитый, в принципе, меня как бы... Ну, в плане я пошел и стал делать. Все. Ну, вот Сергей, к примеру, пошел по твоему пути, только он пошел более профессионально, а он пошел учиться на керамиста-технолога. И скоро у нас в нашей тусовке... В Меделеевку, кстати. В Меделеевку. Это, по мнению, не Шараг какая-то. Ну, Шараг, но в принципе. Скоро в нашей тусовке вырастет первый профессионально дипломированный керамист. Он закатывает глаза. Мне там просто говорят, что учат там дизайнеров, а не керамистов. Но я пойду на силикаты. На силикаты? Да. Это то, что... Технология силикатов. А, это у тебя когда будет выбор? На третьем. На третьем курсе? Да. Ну, вот. Ну, они, понимаете, вот они на третьем курсе будут зайчиков из гипса лепить. Нет, зайчиков из гипса это вот... Или это уже пятый курс? Нет. Это второе полугодие первого. А, будут уже зайчики. А, ну, то есть вот после Нового года сейчас ты начнешь лепить зайчиков. И шликерное литье. Ну, наконец-то научишься лить шликер. Да, нам часто показывал Ваня видео, фото, как Серега льет шликер весь в шликере. И потом все это сует в печку, обжигает, сидит в печке. Это давно в прошлом. Да, да, да. Кирилл, да, запись ведется. Да, все ведется. Причем даже пытаемся параллельно вести видеозапись. Да, видеозапись. У нас все пишется. Да. У нас все зафиксировано. Вот. Почти. Я считаю, что наоборот. Понимаешь? Вот ты говоришь, икебана изучить сначала снова. Но если тебе, например, нравится сухоцветы ставить. Икебана это не сухоцветы. Знаешь, как ты готов вцепиться в горло. Икебана это не сухоцветы. Это не догмат. Икебана делается из живого цветка. А как называется? Это красота живого цветка. А как называется в Японии? Не знаю, как она называется, когда есть сухоцветы. Но икебана это живой цветок. Это не сухоцвет. О, корейцы и сусейки та же тема. Бабушки по фану просто идут к реке и собирают камни. Что мы по фану ходим за грибами. Ну, примерно так. Ну, где-то да. Или красивые. Ну, то есть, короче. Секлышки. Смотри, хорошо. Живые цветы. Окей. Ну, нравится тебе букетики собирать? Ну, собирай. Тоже, увлекаясь цветочками. Это не цветочки. И хрясь ее вазой по голове. Какие цветочки? Это кебана. Вот. Ей 500 миллиардов лет. Сам Шива там спустился одной рукой. Цветок рвет, другой вставляет в горшок. Нет. Кстати, возвращаясь к кебане, это такое же простое утилитарное искусство. Вот. Оно возникло из-под ношений к алтарям буддийским и другим цветов. Потом, конечно, из этого, как и из керамики, вызвали какой-то культ, вырастили что-то такое вот интересное. Но при этом и в кебане есть классическая школа. Есть вот, в которой я учился с Агетсу, авангардная школа. А это авангардная? И кебана делается из всего. И, кстати, даже сухоцветы используют. Вот. Видите? А пришел бы он к кому-нибудь другому? Раз поперек спины, по спине, как его палкой. Ну, Кимура тоже был, в общем-то, революционером в области бонсай. А сейчас палка. А сейчас классик. А сейчас классик. Да. И почитатели Кимуры могут забить палками кого угодно при желании. Ой. А кто там с бензопилой бегает? А это Кабаяси. Это Кабаяси. Куньё Кабаяси. Но это шоу. При этом у Кабаяси шикарнейший красивейший сад. У меня есть знакомый из Узбекистана Мамед, который у него учился. Представляешь, он туда приехал учиться, а он ездил на месяц. И так вот 6 месяцев наездил. Ты приехал, а тебя спать укладывают в этом красивейшем доме японском с видом на сад. Ты один вообще там. Тебя просто оставили и ушли. Спи, отдыхай. Просто понимаешь, любое изучение чего-то отредует большого количества опыта. А опыт наслаивается путём делания. Вот. Например, Питер Чан. Сколько я слышал про него рассказать. Вот мы попробовали, ну как Питер Чан, и у нас сдохло. Ну, сдохло и сдохло. Ну, как бы, ты не сможешь много, ты не сможешь освоить агротехнику, не похоронив фуру растений. Ну, как я всегда говорю, что у каждого бонсаиста есть своя поленница. Да, и это нормально. Чан в этом плане, да он вообще просто относится. У него, опять, безусловно, у Чана есть теплица. Ну, то есть у него базовые условия для этого сделаны. Потому что не надо резать дерево и ставить его на батарею. Ну, в общем-то, в этом плане и я говорю часто, что не залюбливайте дерево, дайте ему порасти спокойно, не мучайте его. Ну, с другой стороны, когда мы были, вон тогда у Павлову на мастер-классе, когда Катя принесла этот можжевельник, надо было резать. Какой можжевельник Катя принесла? Ну, вот девушка пришла на мастер-классе, ну, принесла можжевельник, купила там, пошла на этот, на рынок, и там откопали ей можжевельник. Там Павлов увидит, что он очень щепетильно относится, видимо, к этим. Ну, здоровье растения, оно все равно первично. Мы к дереву должны все-таки с уважением относиться. Так, ну, иногда надо гнуть. Это как вот люди... Нет, гнуть надо, но когда ты понимаешь... Я иногда в горшке тушу сигарету, и там какой-то, боже мой, как ты относишься к своему творчеству? И обязательно в очи горе, и вот так руки, боже мой, ты еще нас риту дай, Гор, нас рву. Слушай, этим ты сродни Тамаре Петровне Белоусовой. Она... История из юности моей. Она сидела у себя в кабинете, и у нее был какой-то небольшой горшочек, и он использовался как пепельница. Ну, и, как она сказала, видел бы меня вот этот сейчас, он бы меня убил. Да, да, да. Ну, разные истории. Давай вернемся к Корее. Давай, давай. А, ты, кстати, видел интересные рощи, сады, вот это вот все классное посетил. Ну, какие? Какие? Ну, корейские. Вот эти вот острова с деревьями. А, у них везде, да. У них, как бы... Я тебе говорил, да, что у них этот клен, коноплен, который... Ну, наш японский пальматум. Да. Не наш, а пальматум. Пальматумы, они как растут у них, как у нас... Как сорники. Как у нас американский. Американский, да. Американский клен там, кстати, он обрезанный, я что-то забыл сводкать, он тоже очень красивый. Да, то есть, его тоже топиарят. Да, топиарят. Ну, топиарное искусство, искусство обрезанное. Да, слушай, это потрясающе. Ну, то есть, реально потрясающе. Там все сосны, все это подстрижено. Вот. Даже пару раз мы были в ресторане «Высокой кухни». Ну, даже «Высокой кухни». «Высокой кухни», где там, ну, на столах, на челмах этих сидишь. Забыл, как они там по-ихнему. По-ихнему называется вот эти вот, ну, вот эти вот. Ну, когда на полу сидишь. А, ну, на подушечках. На подушечках, да. И там, собственно, в саду, там есть сад. Такое, где... В ресторане. Ну, да, да. Там открываешь вот эти вот... Селди, по-японски называющиеся. Да, вот это неизвестное слово, короче, открываешь вот это. И там стоит со снами, там под 600 лет. Угу. Кукурча огромная такая, вот прудом как-то вот она извивается. Супер красивая штука. Супер. Понятно. Так, конечно, там пишется. Ну, и это я дублируюсь. Вот, смотри. У нас в Измайлово какие красивые несколько стволов. Надо, кстати, посмотреть. Американские клены? Конечно, бывают иногда очень красивые, интересные. Это когда оно большое старое дерево. Но оно очень агрессивное, оно забивает естественное растение. Ну, да, да. И, короче, ты идешь... Они, кстати, любят... У меня даже есть ощущение, что у них очень часто вот эта композиция, остров, плод. Ну, сады... В нем есть какое-то значение. Да, видимо, какое-то есть, потому что у них вот это вот... Ну, во всех вот царских прудах есть. Угу. Во всех царских прудах. А, вот, кстати, вот бонсай в Корее. Вот, ну, один из тех. Это просто у них растет обычно в саду. Вот. Ну, да, здесь как раз Мария нам выложила фотографии. Это центральная площадь сверху. Центральная площадь чего? Сеула. Сеула. А, ну, тут как раз центральная площадь Сеула. Тяньаньмень местный. Растут красивые сосны обрезанные, они там подпорками привязаны. И, судя по всему, это получается свежие сосны, да? Ну да, их не так давно посадили, потому что подпорки не нужны были бы. Представляешь, какие крупномеры сажали? Да, они умеют работать. Ну, здесь вот табличка, которую ты не сфоткал. Там, наверное, какая-то интересная полезная информация про этот садик. Нет, никакой полезной информации. Никакой полезной информации. Вот. Бонсай. Это красивый плодник, вероятно. Нет. Это не красивый плодник. Это похоже на Сирису. Это величина. Ой, нет. Слова. Подскажи, как там дерево называется, которым ты увлекаешься? Павлу не показывал. Да, я купил себе такую, что кинзан. Ты себе купил кинзан? Да. А зачем тебе кинзан? Ну, он стоил... Он стоил? Он стоил 100 рублей. И он вот такого размера. Зачем тебе кинзан? Ну, мало ли я сухоцвета буду... Ваня, тебе ценил этот горшок? Клёвый, да? Да. Ну, я на обложке походил, но, блин... Тут фотография. Кинзан – это специальная такая подставка, отлитая из свинца, в которой множество-множество гвоздей вставлено, в которые и в эту подставку втыкаются, когда делаешь композицию кибана, втыкаются стебли растений, чтобы они держались. Но Назим предположил, что это для прокалывания фольги чашки для кальяна. Я думаю... Ты куришь кальян? Назим, наверное, да. А, ты не куришь? Я нет. Молодец. Вот. И, короче, вот смотри тоже. Вот какая-то чашечка. Это же явно была супница какая-то. Ну, да. На фотографии тут деревца растёт. А это какая-то большая чайная чашка или супница. А вон там сзади горшочек бонсайный зеленоватого цвета. Китайские вот эти. Китайские, да? А, дешёвые. Ну, и слева там простые горшки керамические, округлые формы. Вот очень красивая фотография сосна. Вероятно, корейская, раз она в Корее. Или красная. С очень интересными излибами. Сильвестрисы это всё? Нет, не Сильвестрис это всё. Я вижу, что это не Сильвестрис. Не Сильвестрис? Да, да, да. Это другая сосна. Да, да, да. Там и Сильвестрисов растут. Да. Вот эти. И вот красивая сосна, растущая на острове. То есть, водоём заполнен водой, в серединке круглый остров. А на нём очень интересно изогнутая, в стиле майоги, с большим количеством сяри, дуплами, сформированная сосна растёт. То есть, это же работа. Это я поясняю для тех, кто будет смотреть, смотрит, слушает нас, но не видит картинку. Кстати, всё же по правилам. Треугольник, всё работает. Да, да, да. Ну, это основа красоты. Да, но там нет даже книг про это. То есть, для них это норма. Есть книги, просто не нашёл. Ты просто не добрался. Да, да, да. Но там из этого не делают культа. В этом плане, да. Там просто работяги, условно, как у нас. Вот она, и теплоты. Да, вот смотри здесь фотографию. Большой-большой красивый роща, это императорский, да, какой-то сад. И главный. Из императорского сада, большой водоём, и в середине роща и сосен. И часто очень. В центре любого прутика вот обычно такая роща. Ну, вот это как раз специфика. Видимо, китайцы очень активно влияли на корейцев своей культурой. В основе своей. Ну, в принципе, даже японский сад, если мы посмотрим. Японский сад, он... Ну, Япония как бы подразумевает всё несимметрично и несимметрично. А ты в японский сад входишь, у тебя ворота, и чётко справа-слева симметричная композиция. Это вот такая дань тем старым китайским традиционным садовам. Нет, в Китае же там всё-таки ещё и... Как это искусство-то называется? Бензин? Да нет. Какое? Ну... Чё делание? Чё там? Расставление всего. А, фэншуй. Фэншуй. Там же, я так понял, фэншуй. Они прям, ну... Ну, там есть, да. Кстати, в Корее. Это как в Корее нумерологии. Вот что-то такое вот у них есть. Ну, это были близкие, родственные. Ну, бытовые штуки там часто встречают. Но вот там вот реально никто не будет друг другу морду бить, если ты реально бьешь. А потому что это часть их жизни. И да, да. Ну, просто, ну, как бы... Ну, это смешно, когда, ой, это у тебя не бонса, это вообще не бонсаист. Это как вот на тебя там сидят, бегают с этим, как с факелами обычно к тебе прибегают. Вон каждый день. А я просто выхожу спокойно на балкон. Да. А я не бонсаист. Я главный теоретик бонсаист в стране. Да, ну, в принципе, там и такой даже темы не возникло. То есть, есть же искусствоведы. Никто же не говорит человеку, который там картины изучает или еще что-то. А ты что в своей жизни написал? Написал. Вот. Никто же не говорит. Это же нормально, нормально. Можно разбираться, можно делать. Ну, потому что это норма для всех. Картины писать – это норма. Можно просто писать, можно… А, вот так, кстати, Маша пишет. Наши вам про окрошку спорят, чем заправлять надо. Я знаю три варианта заправки окрошки. Квас. Есть. Кефир. Есть. И вода с уксусом. Еще тан. Это вот основные, основные. Это заправить ее майонезом и есть как салат. Короче, все про оливье. Еще минералка, кстати, да. Ну, вариантов много. Так что, да. Драка идет жесткая. Да, 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 да. С чем есть оливье или окрошку? Ну, просто мне кажется, вы реально сходите на этот. Вон мы были с супругой. Кстати, до сих пор идет искусство манги. Да, да, да. И Анна Пашакова. Я с ней виртуально знаком. И Ваня, кстати, сфотографировал там одну из гравюр, которая называется «Продавец бонсай». Да, да, да. Это прям, как это, елей на мою душу, потому что я продавец бонсай. А, да, да, да. Нет, там еще, там же как бы просто искусство манги. Это же там просто музей показывает прямую дорожку древних гравюр. История, да. Гравюр до современного искусства. Да, и что это не... Там же тоже, скорее всего, консерваторы ходили с вилами. Ну да, потому что говорить правильно не манга, а манга. Мангака. Мангака. А мангака – это художник. Мангака, да. Который рисует художник. Да, да, да. А манга, ну, как хочешь, так и говори. С вилами найдется кто придет. Нет, просто там как вот само, ну, как из древности оно пришло. Вот это вот искусство. Ну, это, по сути, как наш лубок. Да. В общем-то, только наш лубок прервался. Лубок. Лубок – это ксилография. Ксилография, да. Лубок – это произошло название от липы. Ну да. То есть, на липовых досках вырезали формы, печатали на бумаге и доступно продавали. А, знаешь, как, видимо, ну, лубок был популярен до самой революции почти, а потом после революции у нас многие традиционные искусства ушли, к сожалению. А куда ушли? Просто в никуда. Просто потеряли. Ну, даже та самая джель, о которой многие говорят, ее после войны чудом вернули назад. То есть, перед войной джельский промысел практически погиб. Ну, мы обсуждали это на многих эфирах, что, к сожалению, у нас, в принципе, так относятся к этим вещам. Ну, как бы, у нас традиционное искусство, куда-то они их запихивают, они маргинализируются как-то. Да, да, да. Тоже как-то, и, может, это, в принципе, наше российское, вот это вот, русское... А, просто мы живем постоянно в эпоху перемен, и климат у нас такой дерьмовый. Ну, и само, как бы, вот даже сейчас современная джель, все думают, джель – это завод, ты приехал, огромный завод, и ты вот там лепят джель. А у меня у сестры дача под джелью, и поэтому я, как бы, знаю, теперь я там местопериодический житель тех мест. Гжель – это множество маленьких производств, раскиданных по территории Раменского района. А, вот, кстати, видосы, посмотрите, что я там напривозил. А, да, вот, кстати, Ваня. Скажу, скажу в защиту тебя, я же купил на выставке, когда была выставка с Уисейки Георгием Нацакановым и Бонсай, я купил вот эту чайную чашу от Георгия, как раз в прошлом эфире про это рассказывал, и сразу уже в этой чаше Люба Витавская сделала чай, угостила нас. То есть, она прям всем сделала. Ты пришел, а я крошку на воде стал. И я потом не узнавал, ты из этой чашки можешь пить сам, она пьет обычный чай. То есть, не обязательно вот этот зеленый, церемониальный, ты любой чай пьешь. Да. И это нормально. Пыль, 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 пыль дорог вот этого. Нет, пыль дорог не надо пить, это вредно для организма. Есть более благородные чаи. Говняный целомский, знаешь, самый такой. Как он там? Во! Во! О, Ису Исейки фотку крупную. Короче, всякая красота. Луи Виттон. Левый. Не, правый. Левый, левый. Правый. Правый Луи Виттон. И вот Ваня привез у Исеки, который забыл. Это на блошином рынке Луи Виттон. Заворачивают. Да, Луи Виттон. Но это уже полностью готовый. Ну да, с дайзи небольшой. Что, он мне там вошелся рублей там 300. Ну это миниатюрный, красивый такой слоистый камень на деревянной дайзи светлый. Это, я думаю, если будем монтировать ролик в итоге, мы эти картинки вставим. Вот чайничек, который я купил тоже. Да, небольшой чайничек. Это силадон, да? Да. То есть округлый чайник, зеленовато-серого цвета, с небольшими кракелюрами. А ручка деревянная вставляется туда? То есть ручка сделана из керамики и туда вставляется еще деревянная. Кстати, такой чайник видел у Максима, мастер чайной церемонии из Липецка. Он сейчас в Бразилии живет. Ну это норма, да. А в Бразилии уехал? Уехал, да. Пьет чай с кепибарами. Так я до сих пор ему не сделал три горшка. Три года уже минул. Ну да, есть у нас такая болезнь. Не болезнь, а большая загруженность. Производственная, техническая... Фу, напылил. Ваня дунул на горшочек, а здесь вековая пыль. Поскольку это все-таки производство, это мастерская, а не какой-то там стерильная лаборатория. Не, ну мы решим этот вопрос. Нужен челлаут все-таки, чтобы можно было сидеть, курить кальянчик, взять со стены тиван. То есть ты все-таки, посмотрев мастерскую Клима Яблочкина, не видел даже? Нет. Клим Яблочкин взял подвальчик. Так. Окультурил его. Оу. Это мастерская. Есть у него отдельная зона челлаута, сделанная из палетов, сделанные диванчики. И вот сейчас, кстати, небольшой анонсик. В следующие выходные клуб Кенгай будет у него собираться на мастер-классе на встречу свою. Они будут что-то лепить и после этого обжигать. Ну, горшочки явно, что еще могут лепить бонсаисты. Кстати, да, почему-то бонсаисты лепят только горшочки. Нет, чтобы там чайную чашку слепить. Да, слушай, надо просто... Да, вон, Сережа, чайные чаши. Ну, это он сперва... А сколько горшков он налепил, прежде чем приступить к чайным чашам? Да, насколько... Много, да? Много, много. Вон, вон, не только, видишь, не только чайную чашу. Да, не только. Вон, видишь, вон они камушки. Разные дайсы, что вот у них все это... Ну да, здесь небольшое видео. На дайсах деревянных стоят суисейки. В большом подносике насыпан песок и воткнуто просто множество камней. Интересная такая поездка. А, кстати, вот здесь картины корейские. Вот классическая корейская живопись. Она какая? Ты видел ее? Похожая на японскую. Ну, и китайскую, видимо. Ну, видимо, на китайскую. На китайскую, да? А это китайская тоже. В основе все китайское. Все придумали китайцы, как в этом фильме Армагеддон, помнишь? Ага. Русские микросхемы, американские микросхемы, все сделано в Тайване. И после этого он лупит шаттл гаечным ключом и он запускается. Вот. Да. Вячеслав пишет и Мария печатает. Да, ну подождем, что они пишут. А что вкусного отведал на корейщине? Ой, да все ел. Что больше понравилось? Все понравилось. Я ни разу не ел невкусно. Угу. А ем я. Нос воротил. Ничего не снял. А, Мария пишет. Он мимо картин ходил и нос воротил, ничего не снял. Павел, тресните его, что ли? Ну, при свидетелях в прямом эфире трескать не буду. А за эфиром хорошо что-нибудь. А, вон они, вон они. Ну, это все такая... Я все увидел, поэтому и спросил. Да. Я хотел что-то... Вот там дедулечка... Я вообще хотел купить там картину. А там дедок, он сидел просто в таком... Там метр на метр такой лоточек, полностью заваленный. Угу. Вот. Я, как бы, у него, как бы, через переводчик, ну, попросил его что-нибудь на тему бонсаи, керамики, какую-нибудь сюжет. Угу. Он, короче, встал, два раза упал. Вот. Ты говори, говори. Потом прочитаем. Ха-ха-ха. Два раза упал. Не, Вячеслав, Мария наша, как бы, наша. Ну, да. Вячеслав пишет, Вань, ты Марию завербовал как-то? У нее вся инфа про тебя. Я думал, куда она с чата пропала. Ну, Мария теперь сотрудник мастерской Ивана, она контент-менеджер, ведет все соцсети. То есть, та красота, которую вы периодически видите в разных чатах, это ее рук дело. Да. Так что завербовал. Ну, получается. Ну, получается, завербовал. То есть, отнял у нас очередного бонсаиста и сделал из нее любилон. Да. Мы приютили Ваню в нашем бонсаином кругу. А я начал людей отнимать. А он начал людей отнимать. То Серегу потеряли, теперь вот потеряли Славу из Ярославля, который там сидит, работает. Выйди сюда на камеру по машине, что ты существуешь. Он тихо-тихо сидит. Да, улыбаемся и машем. Ну, ты выйди вот сюда, чтобы тебя хотя бы видно было. Ой. Да, теперь это еще один человек, который работает у Вани. Работаю. Сбешал из Ярославля в Москву в Люберце, чтобы поработать. Ярик, у тебя лица было не видно. Только фаллический вот этот вот фаллический предмет у тебя. А чем вы тут занимаетесь в вашей мастерской? Ну, что ты? Да, ты негатива не шевал. А? Да, ты негатива не шевал. Вот. Короче... Вернемся к Корее. Корее. Что вкусненького? Вкусненькое, все вкусненькое. Я там все попробовал. Вот. Я все попробовал, все вкусное. Особенно, ребят, помните, люди просто пропадают из бонсая. Ну, Слава пишет, я поздреваю, что там опасное происходит. Люди просто пропадают из бонсаевого лечения. Ну, Слав, я морально стойкий, крепкий, я не пропаду. Я предводитель всего этого безобразия. Меня хватит на всех. Ну, просто здесь мы как бы, понимаешь, мы погружаем людей в некую философию. Такую, знаешь, которая такой, не то, что даже не нигилизм, а такой вот, ну, вот такой вот, догматы мы разрушаем. Вот это все-таки. Ну, мы с тобой уже года, сколько мы, года три примерно занимаемся сносом всех догматов. Вон, кстати, здесь Ксения пишет, Люберецкий бонсайный треугольник. Нет, это Люберецкий керамический треугольник. Это не бонсайный. Тут, кстати, до Акжели недалеко, видимо, ветер додувает, поэтому тут особый воздух. Да, Лена пишет, паш ты над всеми. Над всем и над вся. Что есть, то есть. Вот, а так, ну, чего, по еде там очень вкусно. Вот смотри, помнишь, как раньше вот, особенно дядечки 60-го там, с 58-го по 63-й год рождения, они рассказывали об этих рюмочных. Да, да, да. У меня, я жил на Пятницкой, у нас там вот рядышком, где трамваи, долго-долго жила рюмочная, она еще вот недавно только загнулась, второе дыхание. То есть, рюмочная и чебуречная. То есть, ты приходишь, там ничего нет, там есть чебуреки, водка и пиво, а и, ну, какой-нибудь этот, колокольчик. Ну да. Всем это нравилось. А, и сосиска с горошком. Вот, да. С жареным. И в Корее, во-первых, в Корее это пьющая страна, глубоко пьющая страна. Вот. И вот там вот ты ночью идешь, и там, короче, вот эти пластиковые стулья. Это был один из гештальтов, который мне надо было четко закрывать. Вот ты идешь уже, ну, в центре Сеула, все уже закрыты, большие заведения, и остаются только небольшие вот эти вот рюмочные. Они очень похожи. То есть, там какая-нибудь Валентина Санна там кимчи фигачит потихонечку, а народ колдырит. А народ колдырит, причем они уже очень шумно колдырят, но при этом не агрессивно. И там ты приходишь, там кто-то просто сидит эту... Ну давай, рассказывай, потом прочитай, я зачитаю. Вот. И, короче, вот садишься за этот пластиковый стул, там из... Там что? Там есть Соджио. Вот. Соджио это у нас что? Корейская водка. Ну, ну прям водка-водка или она пожиже? Пожиже. Она в сорока или... Пятнадцать. А, ну понятно. Это же как саке. Только саке из риса, делается от Соджио из хлеба. Вот. И, собственно, что? Садишься, и там есть орешки какие-то, кальмары сушеные, и омлет, когда пожрать захотел. Сидишь, квасишь, это же так классно! И там же как бы тепло. Вот это... Ваня засмеялся, Маша вывесила фоточку, где Ваня довольный, счастливый, в каком-то барчике сидит с бутылочкой Соджио. Как же я хочу в Карелии! Ваня, будешь развивать керамическую мастерскую, у тебя появятся свободные средства и время. Я дам ей Серёжу, пусть деньги заработаю, пусть корешки есть. А, вот, кстати, здесь Маша... Ну, воспитаешь себе преемник и делаешь так же, да. Переходящая мастерская. Традиции русского керамизма. Я буду как патриарх, или как они там называются. Великий мастер. Ну, не в этом смысле патриарх. Великий мастер. А, ну я же этот... Кто я сейчас... Магистр? Магистр. Джедай, да. Магистром будет Серёга. Не, я магистр. Или даже бакалавром. Нет. Он сейчас мастер джедай. А. Джедай. 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 Вот. Не, ну ты уже не падаван. Ну, главное, что не юнлинг. Да. Вот. Ну, уже да, такое прям. А, вот, кстати, Маша пишет. Маша не пропала. Я положительно влияю на Ивана дистанционно. Вот он даже Суисейки перестал игнорировать. Ну, для того, чтобы он перестал игнорировать Суисейки, нам пришлось его загнать по самую Корею. Чтобы он всё-таки познакомился с этим искусством живьём и побольше и пошире. Ну, теперь я не позволю людям вот это вот. Это не так. Мне нравится, значит, Суисейки. И как бы иди, как говорится, лесом. Ну, как раз вот то интервью с Георгием Нацекановым, которое мы снимали на старом канале, оно, к сожалению, погибло. Надеюсь, Кирилл восстановит. Он как раз про это говорил, что, в общем-то, Суисейки он помнит, где он нашёл каждый камушек. А камушков у него просто вот нереальное количество. Ага. Он помнит обстановку, место, где вот он подобрал этот красивый камень. По сути, да, капсула памяти, капсула времени. Ты можешь привозить, как я в прошлом эфире говорил, магнитик китайский, который везде продаются. Одинаковые китайские магнитики по всему миру, просто картинка меняется. Там уж привезти камушек. Это будет более ценно и интересно. Ну, да, да, да. Там уже идёт своё отдельное какое-то общение в чате. Ну, а не про то, что Машу в заложники взяли. Да, да, да. Не, Машу не взяли в заложники, потому что Маша умная, Маша в Липецке. Маша пришла добровольно. Да, да. Сама попросилась. И Серёжа тоже пришёл добровольно. Они все пришли добровольно. Я пришёл край добровольно. Меня Кирилл сюда. Да, кстати, Кирилл же отправил. Поставщик юных падаванов. Да, но Ярославу про тебя же рассказали мы, в первую очередь. Да-да, вот Ярослав говорит. Мы, 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 как сказать. Ты сам себя породил, а мы тебя раскрутили. Да, встреча с Иваном. Вообще рассказать откуда, для тех, кто не знает, откуда есть пошёл Иван Жуков. Это был вольный кактусист, который увлёкся керамикой. И однажды на просторах интернета он попал в поле зрения бонсаистов. И он попал. Он попал в нашу большую компанию, стал одной из ярких звёзд нашей большой компании. Украсил и насытил наш мир керамикой. Потому что до Вани фактически... Ну только Игорь Савин наверное керамику делал. Да, но он такой немножко сам в себе мастер. Но он мастер такой, да. Классический. Да, помнишь, у него там и чай, и чайная церемония. Он же прям в Японии увлечён. Но он уже ездил к японскому мастеру. Я забыл, к сожалению, имя мастера очень известного. Он вместе с ним работал. Я не помню. Не помню. В Токанаме, короче. Да, в Токанаме. Но Токанаме это, кстати, как у нас Гжель. Это город. Это как у нас Гжель. И Чион. Вот тот же самый. Чион это тоже, да. А вот Чосон это у нас что? Чосон это так называлась Корея. А, то есть... И Северная Корея сейчас называется... Ну, короче, там... Условно, как у нас самые мрачные режимы называются? Естественно, демократические. Ну да, да. А? Да. Народная демократическая республика. Корейская народная демократическая республика. Это мы так называем. Они себя называют Чосон. Там, короче, там демократический, народный Чосон. Чосон. Там была Корея. Республика Корея. Ну, не республика, короче. Вот, кстати, Лена пишет. А я в керамику пошла вообще из-за Нади. Да. Нади тоже очень много... Ну, да, получается. Да. Очень... Не, ну... А, ну, история такая, как Исаак родил Иакова. И Аков родил этого. Мы познакомились с Ваней. Ваня познакомил нас с Надей. Надя познакомила Лену с керамикой. И понеслось. Заразная болезнь. Да. Сынались с плохой компанией и покатил. Нет. Вот Анатолий Драгунов пишет, что в Японии и в Китае керамика именно городами. Не только там. И в России тоже. Потому что один человек это не протопит. Угу. Вот. Во-вторых, это собирается вся деревня. Угу. Вот в Дагестане я вот изучал тему болхарской керамики. Угу. Точно так же там на одну деревню, на Болхары, там одна или две печки. То есть они все лепят, а потом несут в эту башню. Женщины там лепят из местной глины гашочки. Угу. Потом они все вместе ее ставят. Угу. И, собственно, уже делают. Угу. И это, естественно, является таким праздником. Ну, условно. Ну, да. Собрались на ужин. Выпили. Понятно. В общем-то, Ваня периодически ездит в Псковскую область на три дня, на четыре дня. Ну, да. Посидите у теплой печки. Ну, да. Три дня. Вы же три дня это топите. Вам нужно две машины дров. Угу. Вот. Все это должно запасено быть. Это как раз про анагама. Ну, то, что анагама псковская. Ну, анагама это просто, ну, принято. Ну, это название, да. У нас точно такие же печи, но они точно так же выглядят. Принцип конструктив такой же, да, примерно? Это самая архаичная и примитивная печь. Она строилась обычно на склоне горы. А, чтобы топишь снизу и теплый воздух вверх поднимался. Ну, естественным путем шел. Плюс труба какая-то выводилась и все. И вот она таким китом мертвым лежала обычно. Вот. А потом, как бы, чтобы побольше влезало, они ее чуть-чуть расширяли. И когда они ее расширяли, они понимали, что жопа уже не прогревается. Поэтому они делали там дырочку и пихали туда эти... Пихали туда дровишки, чтобы, ну, усилить, во-первых, тягу. И так вот эта вот штучка сзади, а потом, когда стали следующую печь строить, они вот эту сзади сделали полноценную топку. А на топку уже можно гашки поставить. И постепенно это превратилось в многокамерную печь. Ты топишь первую, ну, температура идет до самой дальней 14-й. Потом начинаешь вторую топить, потом третью. И так ты прогреваешь весь объем. Весь объем. Я взял фактически печку в стенке оврага. То есть я сделал хайло, прокопал некий дымоход и туда пробовал что-то закидывать. Слушай, там так хорошо тяга была. Горела. Вот ты мне сейчас рассказываешь вот это. Я вспоминаю, что я полуанагамами баловался еще в 90-е годы. Но там же и тем более как обычно же добывали лимонит, лимонит переобжигали, выплавляли сталь и это все делали сразу не отходя от кассы. А, то есть в одной печи одновременно... Да, река, болото, вот кстати. А вот, да, здесь Маша сейчас как раз нам показывает кусочки видео, как заполняют анагаму, ставят конусы. Конусы это специальные такие керамические, как их назвать? Потакаль. А ты про какие конусы? А, не конусы, это какие-то ножки. Потакаль. Это очень мягкая пористая глина, в нее добавляют там сахар. А, ну это на ножки горшка ваниного подклеиваются специальные шарики глины. Это делается, чтобы... Чтобы отодрать можно было. Чтобы потом, да, можно было от лещатки снять. Да-да-да, иначе залипнет и до свидания. Да-да-да. Тут параллельно у нас в чате идет большое достаточно активное общение. Маша нам периодически вкидывает красивые фото-видео и из Кореи, и из Псковщины. Да, Маша буквально сопровождает. Это, кстати, очень клевый формат. Я бы вместе связался мы с Марией. Да. Да, ну я думаю... Я уже связался с Марией. Ой, ты какой хитрый. Я связался и с тобой. Кстати, Марию мы первыми открыли. Так что... Я первый связался. Лишь бы все вот загробаснуть я. А я первый открыватель всякого. Да-да-да, конечно. Ну как без я? А до тебя мир не существовал. Не было ничего. Солнце не светило. Солнце не светило. Была тьма. Пришел я и открыл что-то. Открыл форточку и понеслось. Было это хорошо и хорошо весьма. Да. Вот. Вот. Смотри. Какие нам красоты показывают. Это тоже, кстати, склон. Там река дальше. Там ураг ниже, да. Да. То есть, это классическое. Вот оно так выглядит. Здесь видео. То есть, мы видим сверху стоит такой, типа, крыша кусочек. Из нее торчит труба. А туда ниже уходит склон горы. И вон там слева туалет какой-то. В чем такая. И туда внутри установлена как раз та самая печь анагама. Собранная из кирпича. Обмазывают глиной периодически которую. Потому что вся эта система в очень агрессивных условиях находится. И периодически приходится обновлять. Да. И керамика получается прям такая каменная. Она вообще другая. Ванины работы они близки к этому. Но анагама все-таки она чуть-чуть другая. Это на уровне ощущения. Она на уровне ощущения как дешевые глазури и дорогие глазури. Да, да, да. Дешевые глазури никогда не создают такого впечатления. О, еще одна тут. Еще одна анагамка. Это, кстати, остатки вот этих вот штучек. Посмотри. Вот. Видишь? Тоже фарфорчик. Это тоже анагама была? Да. Ага. Какой горшочек. Этот разбился. А, дзинь-дзинь-дзинь. А этот постучи. Сейчас. А, вот этот. А, вот этот. Не, большая сота такая. Что? Тоже. Нет, это дзинь-дзинь. Да. А это? А это дзинь-дзинь-трещина. Это не трещина. Это там, скорее всего, глазури. Ну, трещины там нет. Нету там трещины. Здесь, вон, слышишь звук? Прямо. Здесь, да, явно трещина. Да. Но при этом это не умаляет достоинства горшка. Даже треснувшего. Угу. Угу. Если ты вспомнишь древнее. Это корг просто. Древнее искусство кинцуги. Ага. Которым ты, вроде как, пытался увлечься. Да я... Нет. Не то, что не пытался увлечься. Я понял одно, что я пришёл к тому, что не понравится никому из японистов. Угу. Берёшь суперклей, гель. И склеиваешь. Всё. Ну, то есть, всё. Угу. И он держит воду. И всё работает. Ну, то есть, как я, в общем-то, советовал кому-то. Да. Потом меня... Наши керамисты поправляли, что если ты этим смажешь, потом ничем не склеишь, надо чего-то использовать другое. Суперклей гель именно. Гель именно. Чтоб не растекался. Потому что если он впитается, он ни хрена не склеится, ещё потом испортится. Ага. Понятно. Вариант есть ещё лучший вариант, но на самом деле просто тот же самый кинцунги. Угу. Это просто был лак уруси. В тот момент это был... Самый доступный клей. Клей, который там есть из тех, которые не расписаются. Ну, а лак уруси – это золотой красивый лак. Из него делали... Это есть лаковое дерево. Дай нам уруси местный. Местный. А изначально что такое уруси? Это лаковое дерево, из которого делали лак. И слоями наносили, наносили вот это, да? Это шелак. Шелак. А шелак это кто? Это то же самое, что уруси. Ну, уруси это же смола дерева с растворителем. С растворителем. Шелак – это смола дерева, сосны, с растворителем. А, я все время думаю, вот эти ноготочки, ноготочки, шелак. Покрытие шелаком, шелаком. Что за шелак такой? Оно пахнет? Да. Вот. И, короче, очень многие люди, опять-таки, они путают яйцо и курицу. Они не понимают, что это был просто способ. Ну, да, да. Не было других надежных клеев. Это не из-за того, что обычный, он темный, потом добавляют... Ну, да, вот Лена пишет, что лакуруси обычно... Лакуруси обычный, он темный, потом добавляют в него порошок металлов. Ну, да, золотистый порошок. Да, но это просто, чтобы... У них там любят просто подчеркивать, что оно было треснуто и собрано вместе. То есть, оно имеет историю, оно имеет возраст. А, ну, это почтение к возрасту. Почтение к возрасту. Красота в простоте. И почтение к тому, что ты его... Это... Лакуруси – это наша синяя изолента, понимаете? Ребят, вот синяя изолента, понимаешь? То есть, её же можно тоже обыгрывать. Там что-то перевязать. Если эстетично перевяжешь, то это будет красиво, да? Да, да. Ну, и кидайте, в принципе, либо все эстетично. О, Серёга нам открыл. О-о-о! Дай посмотреть. Я просто вчера как бы... Ну, да. А? Спиртяжка? Спиртяжка, да. Хорошенький. Слушай, а почему коньяком пахнет? Ну, это спирт, скорее всего, этиловый. А почему запах коньяка? А, дубильное вещество. Реально коньячный роман. Да. А дубильные вещества же они в этом... Как вон? В коньяке содержатся. Ну, в коньяке. Ну, в дубовой бочке. А, нет, откуда? Из дерева. Там смола. Со спиртом мебель и гитары покрывают шлаком. Во-во, Анатолий, да, спасибо. Вот. Ой, вон, ты спрашивал про сады. Да смотри, что. А, здесь Маша красивую фотографию с какими-то травами. Это розовая трава. Там можно фоткаться. Огромное поле такой реально розовой воздушной травы, которая как дым. Красивейшие астры. Это астры? Это астрофиолетового цвета. А больше на цине похоже. Нет, нет. Это астрофиолетового цвета. Куда ты залез? Пальчиком в врусе. Ага. Помазать? А, ремонтировать. А, ну он хорошо впитывается, да. Да, 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 да. Короче, это канифоль в спирту. Флюс припойный. Да. И когда ты начинаешь в этом... Понимаешь, когда ты начинаешь мир так познавать, и ты начинаешь понимать, что когда какой-то человек начинает делать из обычной вещи какой-то культ, это реально как люди, которые дерутся из-за крошки. Ну это тупо. Или из оливье. Или из оливье, или... Да, это очень символ осени в Корее. Один из, да. Это вот эта розовая трава. Да, Маша пишет. Розовая трава – это символ осени в Корее. Ну что, Вань, по плану у нас сегодня эфир до 9. Да, да. А давай тогда начнем обобщать потихонечку. Обобщать. Ну вот я как раз хотел сказать, вот закончить как раз про кинцунги. Понимаете, я очень всегда против... Вот я делаю керамику, я всегда старался как бы... Ну вот я же как художник вместе с... Мы как художники с ребятами это создаем. И вот за это берем с людей деньги. За утилитарные функции. Ну тут глину купили. Ну да, да, да. И плюс, ну как бы наш взгляд на это. Вот. Но я очень против, когда из самой вещи делают культ. Потому что либо не хватает своего как бы... Либо люди прячутся за это, потому что боятся как бы... Выпить грудь вперед и сказать, что это творчество. Это я. Я создатель, я творец, я художник, я мастер. Поэтому платите мне много денег. Вот этот горшок стоит 50 тысяч рублей. Угу. Вот сот, вот это вот. Я бы ее вот... Где она там? Спрятал куда-то. Кого? Да вот это вот. Ну вот она стоит типа... А! Ну вот она стоит 50 тысяч рублей. Угу. Ну не надо, не купят и не купят. Будет у меня стоять. А если человеку захочется, это как искусство. Пусть купит за 50 тысяч рублей. Вот и все. Ну туда. С этой сотой можно объяснить, почему она стоит 50 тысяч рублей. Потому что это было... Это даже чисто технические затраты. Может быть. Затраты на обжиг они достаточно велики. Но! Я про то, что... Вот есть в кинцунге. Зачем делать из этого культ? Угу. Это просто склеенный этот. Но если ты это делал очень долго, да? Если ты это делал очень долго. Там старался, там что-то как-то... Там золотом покрыл. Золото, кстати, настоящее. Еще попробую его купить. Ну да. Еще упор порошка. Это длительная работа. Она делается несколько месяцев. Поэтому это дорого. Но в этом нет ничего необычного. Вы можете взять чашку, не выкидывать ее. Вы можете посмотреть и в принципе то, что вы видите в кинцунге, повторить дома. Угу. Напильничек вот этот вот алмазный продается в любом, в любом тысяче мелочей. Это точилка для ножей. Чуть-чуть краешки сняли, фасочку, намазали клеем, склеили, посмотрели. Все держится. Потом вот взяли там шелак. Угу. Обычный. Ну вот этот вот шелак даже для ногтей. Берете, аккуратненько покрываете там. Сделали, выпитили. Если вам нравится сама тема показать, выпитить то, что вещь собрали, что она ценна. Как фарфоры куклы. Всю жизнь склеивали фарфоры куклы. Потому что она дорогая. Она дорогая. Она ценна редкая. Да, да, да. И все, что касается и бонсай. Вот стоит вот этот фикус, потихонечку стрижем. Ну попробуй мне сейчас тут сказать, что это не бонсай. Сразу вот этим же горшком, вот этим же фикусом. Хорошо, что он пластиковый. Да. Сразу этим фикусом и получится. Ну, кстати, смотри. Я могу, как бы обобщая различия, почему у нас керамики... Ну, почему в Корее столько керамики, а почему у нас ее мало. А Россия все-таки страна деревянная. В хорошем смысле слова. В плохом. В хорошем смысле слова. И плохом тоже. А тот же наш Кремль первый построен. Он был деревянный. Потом построили Кремль из белого камня. Но вследствие того, что климат у нас сложный и белый камень разрушается, его чинили деревом. Потому что дерево абсолютно доступно. Его очень-очень много. А в тех местах, где живут корейцы, там дерева много, но не так много. Да. И в основном все было как бы жестко поделено. Страна маленькая. И я так понимаю, что анагамы топят даже не дровами, а хворостом каким-нибудь. Мелким. То есть любой горючий материал мелкий. Нет. Про керамику могу тебе сказать, что немножко нет. Оседлые народы. У всех все оседлые народы. Оседлые. Которые никуда не смывались, никуда не шли. Они активно использовали керамику. Это раз. Но мы же тоже оседлые народы. Мы не очень. То есть мы шатались чуть-чуть. Подшатывались. Везде, где все оседло, везде полно керамики. В Дагестане есть керамика. Да. Переезжаешь в Элисту, там от керамики вообще ничего нет. Ее в принципе, понимаешь, стерильно просто от керамики. Вот просто вообще нет. Потому что не нужна там керамика. Хачевые народы. Вот. А Китай, во-первых, поднялся на вазах. На вазонах огромных. Потому что там вино хранили. И они просто продавали. Понятно. Всегда была коммерция. А, ну это так же, как в Греции. Амфора. Амфора это хранилище. Амфора это хранилище для всего. То есть в амфорах перевозили зерно, вино, масло. А раз они умеют делать амфоры, они на этом зарабатывают. То есть у нас как принято о деньгах плохо. Но как бы мир развивается по этому принципу. Торговля движет мир. Если выгодно делать машины, ты их будешь делать. Они будут классные. Если тебе не выгодно делать машины, не надо заниматься пустым импортозамещением. Вот точно так же и там. Они делали амфору. Они делали посуду и продавали ее за большие деньжища. Вот и все. Это был экспортный товар. Амфоры это была одноразовая посуда. Потому что амфору погрузили на корабль. Товар внутри в нее увезли. И ее там же и бросали, оставляли. А вот кстати на фотографии одну ты показывал. Возле этой печи Агамы в деревне керамистов. Просто там горы битой керамики. Да, это то что не получается. Брак. То есть они его бросают и бросают. И ничего вообще не дергается. Поэтому если это экспортный продукт. И просто фарфор придумали китайцы. А фарфор это было очень круто. Во-первых он не пропускал жидкость. Потому что фарфор спекается прямо в нулину. А у нас на Руси был фаянс. Вот он наш. Это скорее седулевский фаянс. И у нас гжель. Фаянсовые залежи. Гжель это не красная глина. Но это белая глина. Это белая глина. Эти линзы находятся. Они идут от гжели туда в сторону Владимира. Но она уже кончилась. Еще в прошлом веке. Ну да. Но соседняя линза через 10 км никуда не идет. Еще жива, да? И потом дальше. Там весь пласт идет. Вот этот древний. И он там по-моему протяжен всего 250 км. Вот то что там Миленки во Владимирской области. Когда к Вячеславу ездили. Фамилия какая у нас? Грачев. А, Грачев. Да. К Петровичу, господи, да. Когда к Петровичу ездили, собственно, вот там. А, ты же ездил к керамистам. Да, да, да. И они как раз рассказывали, что... И там печи. И у них печи стоят уже засыпанные, древние. Там 19 века. Старые печи. И холмики он там показывал вдали. Это печи 18 века. Потому что там все время копает глину. А где копает глину, там и рубит лес. Делают что ли? Либо кирпичи, либо посуду, либо еще. И у нас, короче, на Руси всегда была пористая глина. Угу. И приходилось ребятам измываться и придумывать, как сделать так, чтобы она не пропускала воду. Да, отсюда лощеная керамика. Лощеное. Молочение. Молочение. Дымление. Вот это... Все, чтобы забить поры. Все, чтобы забить поры. И не надо из этого, как говорится, делать... Опять-таки, это мы придумали. Это сама гиперборея нам почтой оставила. Нет, ну надо, чтобы не пропускал воду. Ну, как бы ты что-то делаешь. Все, повыше жжешь. Горшочки покрыты глазурью не только для того, чтобы они были покрыты глазурью, а чтобы меньше просто пропускало. Попускало воду, да. Вот и вся тема. Не надо заморачиваться. Вот, мусорка на гаммы. Вот. Прекрасная мусорка. Вот. Поэтому вот, когда я приехал в Корею, стало все очень очевидно и видно в какой-то момент. Что многие вещи, которыми мы здесь занимаемся, и те, которые мы говорим, что это очень круто, классно. Это действительно круто, классно. И манго это круто. И кибан твоя с сухоцветами тоже прекрасно. Можно я его тресну? И кибана с сухоцветными, ну, с живыми цветами, простите. Вот. Это очень клево. И чайные церемонии. И ма тюэ это очень тоже круто. И тиваны это круто. И чиваны это круто. И как ты это не назови. Это, ну, можно углубляться. Но порог входа должен быть проще. А знаешь, так вот, закругляя все это, если для Кореи, Японии и многих других Китая, стран, это нечто родное, местное, бытовое, а для нас это экзотика. Любая экзотика к нам попадает через научное сообщество чаще всего. Да. И вот это вот научное академическое сообщество, оно часто преподносит это как некое уникальное достижение. Пишется куча работ. Потому что не каждый может поехать в ту же Корею, Японию, Вьетнам, Китай, даже в те далекие советские времена. И я, кстати, с каждым годом все больше и больше начал понимать, что многие наши стопоры, они связаны с нашим образованием. То есть, вот наше серьезное инженерное там глубокое какое-то образование, оно породило вот эти вот излишние копания в теме. То есть, все проще, все на поверхности. Не копайтесь глубоко. И если дерево дохнет, то дохнет оно по двум причинам. Вы его или залили, или засушили. Определитесь. И все. И сдохло, и сдохло. Ну, жалко. Ну, а что это? Ну, у тебя как-то сдохнет какой-нибудь ценный. Ну, жалко. Твоя мамилярия 50-летняя. Жалко. Так вот и случилось. И случилось? Да. Кошмар. Ну, это не значит, что я не буду ее присаживать. Условно. Ну, то есть, я бы вот тогда вот, ну, на месте Павловна, надо было гнуть. Все-таки есть граница. Ну, насколько? Есть граница любви к растению. Насколько? Ну, ты же дровами топишь печку. Хворстом разжигаешь. Ну. Или ты выбираешь вот эту вот. Вот это красивая веточка. Я ее ломать не буду. Нет, ну, скорее всего, там точно так же. Хворст – это сухая ветка. Я на состоянии. В один кустик кисать хочешь, а с другого веточки собираешь. И около костра то пешакумбаю поешь. Нет, лыжи лежат на столе. У печки стоят. Да. А то вон тоже. Понимаешь, мы с тобой обсуждали? Берешь секатор, идешь в лес. Да. Сколько же она? Ты портишь природу, экологию. Ну, господи. Ну, портит природу, экологию другим путями. Акститесь, пожалуйста. Ты идешь секатор, ну, и пытаешься облагородить дерево. А вот это вот – нет, ничто. Чего его жалеть-то? Ну, просто надо агротехнику изучать. И его можно будет вытянуть вот пополам, как Чан. Чан пересаживает и пополам их рубит вообще во все. У Чана есть практика, он не заморачивается. Так, практика как получится? Опытом, опытом. Вот, поэтому берешь и гнешь, и гни режешь. Да. Как у меня кто-то спрашивает, а где-то кто-то показал фотку листика, а я говорю, да это вот это. Они такие, а откуда вы это видите? Ну, 20 лет смотрю, как я это не уверен. Ну, да, вот Лена пишет, у Чана практика. И практика, и знания есть, да? Да, но они тоже должны откуда-то… Опыт, опыт, опыт. А если тебя сразу по рукам бьют, чтоб кромсать, но если тебя сразу по рукам бьют, то ты ничего не получишь, никакого знания. Ну, как я, в общем-то, в прошлом эфире говорил, как раз рассказывал про бонса и другие японские искусства. Не надо укапываться глубоко слишком в агрономию, все-таки немножечко углубитесь и в другие искусства. Вот Ваня съездил в Корею, посмотрел разные множества видов корейских искусств, полюбил суисеки, что для нас удивительно. Да не полюбил, просто признал, что это не идиотизм. Вдохновился ими. Да. Хотя да, ходят слухи и многие люди высказываются, что глупо тащить камни в дом, у меня и так места не хватает, но у каждого свое глупо, кто-то собак тащит, кто-то кошек, кто-то камни, кто-то мусор. Все должно быть в пределах разумного. Не, ну вот, надо не просто взять и обрезать, а знать, когда можно обрезать и что, и потом знать, как с этим дальше жить. С одной стороны, да, с одной стороны, да, но если так прям смотреть в крайней степени, можно резать всегда и пересаживать можно всегда. Просто вопрос, куда потом окажется... Какой путь ты хочешь? Нет, где потом растение окажется? Ну да, на помойке или в горшочке? Да нет, я имею в виду, куда ты его поставишь? На условия, да. Если ты его поставишь... Как можно не тащить камни домой? Да, да, да. Нет, вот просто я... Цело! Маша пишет тот же вопрос, как можно не тащить камни домой. С Байкала Лена добавляет. Короче, мы с тобой сегодняшним эфиром вдохновили людей тащить камни домой. Тащите камни, режьте в любое время года растения. Ежайте. Только вон, возьми какой-нибудь фикус. На пенёк его обрежь. Просто он флорариум нужен, я имею в виду. Создайте условия. Как я всегда говорю, если вы хотите заниматься бонсай, сперва создайте условия для деревьев. И тогда будет вам счастье. Причём простейшее. А потом режьте. Да, да, да. Не позволяйте бабушкам заливать суккуленты, засушивать лиственные. Вот. Ну, бывает. Почка отвалилась и проросла у человека. Где отвалилась? А, этого фикуса. Это не у человека. Это у фикуса. Понял. От бодхи. Мы поняли. Поняли. Да не, вон сколько там по берёзам и всё остальное ездят машины. Мне тут Кирилл прислал видео берёза здоровой, у которой воздушные корни проросли. Серьёзно? Да. Там просто отмерла часть берёзы по какой-то причине. Эта отмершая часть оставалась. Там пошли процессы гниения. То есть это был просто труха мокрая. Я понял. И она пустила воздушные корни. Не, я не... Я тут такое дерево видел, между прочим, метро аэропорт. Меня вообще не слышно. Вообще не слышно. А вот так. Так лучше. Так прекрасно. Замечательно. У метро аэропорт есть прекрасный, по-моему, это тополь или осина, у которого прям по коре идёт корень. А, воздушный корень? Прям вот такой корень. Ага. Это видел сбой в системе. Нет, просто бывают условия. Либо под корой начало гнить всё, и он просто прошёл. Пророс. Пророс. Ну, тополь, осина, берёзы это пионерские деревья. Они первыми выращивают. И да, есть такая возможность. Все ограничения в башке. Да. И не надо слушать старых ближайших говняков, которые говорят вам, что правильно, что неправильно. Вот. Да. К ним надо прислушиваться, потому что иногда они могут дать полезные. Всё, всё надо в копилочку. Нет. Слушатый отсек. Да. Даже вон там, как бы вон, я же подписан на Дарьюсенкову. Там коротенькие у него ролики. Раньше были хоть длинные, можно было там чуть посмотреть. Ну, потому что это же бесплатно. Ну, тут у каждого своя, как бы, свой этот, как бы. Чаще участвую в Пашиных эфирах. Ну, а мы, наше с Пашей, как бы, разработано, ну, процесс этого взаимодействия, контакта. Да. Так что, как будет получаться, обязательно. Короче, продюсент. Ну, это же, ну, как бы, тоже интересно. Ты смотришь, как он держит эти, какими секаторами он пользуется, как он что говорит, рассказывает. Знания не везде. Главное, отфильтровать для себя и понять то, что тебе нужно. Да, потому что муть несут все. Да. И хорошие, и плохие. И даже я иногда несу такой бред. Конечно. Конечно. Кто-то в это иногда верит. Ну, да. Нет, просто, просто нужно понять, что нету никаких догматов. В конечном счете, это просто дерево в горшке. В конечном счете, это просто кусок глины, из которого сделали емкость, в котором растет какая-то деревяшка. И это может быть лимон. Муть можно нести неосознанно. А лучше осознанно, конечно, нести. Если ты несешь муть осознанно, уверенно, тебе верят. Это плохо, конечно. Слушай, я потом проверяю эту свою муть, которую нес осознанно, уверенно. Оказывается, я нес правильную муть. Да нет, ну, просто есть тема, когда вот, а мне сказали, когда ты не используешь информацию, которую получил, как свою информацию. Как я в одном из эфиров, уже сегодня у нас восьмой эфир, кстати, да, как я в одном из эфиров говорил, развивайте свое критическое мышление, оценивайте любую информацию, которая к вам поступает, находите в ней полезное и нужное, отсекайте ненужное и бесполезное, но для этого как раз нужно расширять свой кругозор, чтобы не забиваться, что вот деды так делали, я так делаю. И за информацию нужно нести ответственность. Поэтому, если ты с утра что-то узнал, ты вечером должен друзьям рассказывать это как свое знание. Ну, ударил, я имею право пальцем бить. Да просто микрофон гремит. Вот коряжка, видишь? Ваню надо с Кириллом следующий эфир заманивать. Ну, смотрите, друзья, сегодня у нас второй коллективный эфир, сегодня у нас в эфире целых три человека, мы растем с каждым с каждым. И Слаус шлепает глину в соседнем помещении. Четыре. Четыре человека, да. Но он уже не шлепает, он что-то притих. Он жив? Жив. Все хорошо. Будем дальше развивать эти наши интересные эфиры. У меня в планах есть пообщаться с Артемом из-за океана. У нас сейчас есть наш друг-бансоист, который живет в Нью-Йорке. Но единственная тонкость, надо умудриться поймать его в выходной, потому что большая разница по времени. У него сейчас около часа дня. И, видимо, рабочий день. Возможно, мы с ним сделаем эфир какой-то там на неделю. Ну да. Да. А темы мы будем расширять. Предлагайте темы, пишите, рассказывайте, задавайте вопросы. Сегодня мы добрались до рекорда, мы почти что добрались до 30 живых участников в прямом эфире. Все записи эфиров мы, в первую очередь, располагаем на нашем новом канале в Бусте. Не Слав в соседней комнате, а Ярослав в соседней комнате. Да, хорошо. Ярослав из Ярославля. Да, Ярослав из Ярославля. Который занимался ярославской глиной, он в соседней комнате. Частью больше не занимался. Больше, да. Вот теперь часть Ярославля отвалилась от Ярослава. Да. Но он обещает вернуться. Хотя бы Ярославль. Слушай, там, знаешь, каждый день от человека отваливается часть Ярославской глины. От всех нас отваливается она по кусочку. Ну как, да как. Знаешь, если хорошо, то как бы там не кусочек. Ну что, Ваня? Будем прощаться. Да. С телезрителями. С телезрителями. С нашими радиослушателями. Напоминаю, что сейчас идет интересная... Да ладно, не такая. Напоминаю, что сейчас идет очень интересная акция с Пауло Претероси. Специальное предложение. Всего лишь за 10 тысяч вы сможете посетить два полных урока с 11 утра до 7 вечера. Пообщаться с мастером, сформировать 2, 3, 4, 5, сколько успеете, своих деревьев. Ближайшее занятие будет 9 и 10 декабря. Следующее уже будет в январе. Но присоединиться вы можете в любой момент. Не обязательно вот именно сейчас. То есть уникальность курса с Пауло придумана так, что нет такого, что есть начало и есть конец. А это бесконечно. Это как бонсай, как и керамика. Это путь. Соответственно... Я хотел, подтверждаю. Да, вот Ваня был на первые... Кстати, Ваня один из авторов идеи создания этого курса. И вот как раз у Вани сейчас появилось абсолютно новое направление. Вот эти вот твои горшочки новые. Шестиграннички. Кстати, сейчас после эфира как раз мы их, собственно, выложим. Новая наша сота. Вот. То есть вот теперь вы производите массово только вот эту вещь. Ну, а сейчас... На данный момент... Во! Маша выложила в чат фотографии. И это сегодня вот там будет в этом, как его... В группе. Ну, в продажной группе. Да. В ВКонтакте. А, везде. Да. Везде. Вот. Так что, тоже, знаешь, сегодняшняя реклама. Вот. Ну, мы для этого и собираемся. Конечно. Конечно. Вообще, очень клёвая штука. Жалко, что сейчас подкасты как тема такая вымершая. Но, на самом деле, это очень клёво. А почему вымершая? Сейчас по первому каналу вечерами идёт подкаст. В Эппл-то не загрузишь? Ну, в Эппл, да. Ну, поэтому мы развиваем свою версию подкастов. Ну, тут, видите, получается суббота, выходной день. И надо бы, конечно, ну, как бы ещё до дома доехать. Да. Вот. И Паш домой ехать, и мне надо. Вот. Ну, конечно. Ещё две минутки и всё. Ну, в субботу же выходной? В выходной. Да. У всех нормальных людей. Блин, а может и в соту пересадить? Ваня, не отвлекайся. Слушай, представляешь? Великовато чуть-чуть. Вот в эту пересади, будет классно. Точно. Что думаешь? О! Фикус в соте. А что надо сделать? Да ничего не делать просто. Просто поставь потом. Пусть растет. Да можешь пересадить уже. И всё. Света у тебя здесь достаточно. Это мы сейчас отвлекаемся. Ваня взял в руки свой фикус. Не свой. Не свой. Не свой. И пытается... Я свой. И пытается... Я отжаловал его. И пытается... Он пытается... Классическое. Ветка влево, ветка вправо. Ветка влево. Это супер бонсай называется. Ветка влево, ветка вправо. А ваши вот эти вот... Шишейда, Шишидо, Шишигара, Шишигашира. Вот эти странные слова. Ветка влево, ветка вправо. Вот так. Вот. Это современная... Вот есть Сагетсу, да? А у нас будет современная школа... У нас будет современная школа бонсай и керамики. Вот значит... Керамического бонсай. Да. Керамического... Нет. То есть... Бонсай, ветка влево, ветка вправо. Посадил дерево, ветка влево, ветка вправо. Вот бонсай, правильно? Правильно. Бараний рог согнул. Вот. А с керамики тоже надо какой-то простой. Локтём ударил. Вот у нас тут мы делали. Очень шикарные, кстати, вещи получились. А горшок, сделанный за 3 минуты? Давай. Так у меня же есть горшок, сделанный мной из куска чего-то от обрезков глины от Вани. Который мы в ночи лепили. Вся лепка из куска 3 минуты, учитывая, что мы специально кинули его на пол для придания шарма и кидали друг другу просто вот так вот, чтобы сформировать чашу. А он похож на тот, который давали. Ну вот, под кусомонот. Для кусомонотов самое. Ну, либо для саккулентиков. Для саккулентов, да, садика саккулентиков. Так у меня есть тоже история с Ваней. У меня была плошечка, которую я купил еще в 2000 году примерно. Плоская овальная. Она у меня долго-долго лежала. И когда с Ваней познакомился, я ему отдал. Он ее обжег, заглазуровал. Теперь она у меня лежит заглазурованная. Еще сколько-то лет. Анатолий, в рауне не то, что плохая или хорошая. Просто для нашего именно массового производства, как вот эти вот новые шестигранники, она очень нестабильная. И у нее температурный режим, который не позволяет с ним работать с этой глиной достаточно долго, ну при больших температурах. Ее ведет. Вот тоже прикольно. Вот тоже сделана из говной палок. Ну вот здесь на фотографии маленькая-маленькая плошечка. Она, по-моему, у Кирилла. Сделанная зубочисткой. Да. У Кирилла точно такая есть. Ну, вторая у меня. О-о-о. Первая маленькая плошечка, которую ты сделал у меня в коллекции. Я ее показывал в чате. И Маша ее, кстати, размещала. Ну что, друзья, будем завершать сегодняшний интересный эфир. Да, Валя? Да, да. Я забираю у тебя фикус. Да, Сергей забирает свой фикус. Результатом эфира вышло возвращение в родные пенаты фикуса. Да никто ему не отдаст фикус, не переживай. Ты помой листочки пока взял. Не ставь его. Тут горячей водой как раз дефолиацию надо провести. Не надо. А почему Либерецкий? Мы в Люберцах. Да, да. Мастерская у Вани сейчас находится в Люберцах. На Кировах. Со временем она куда-то переместится, потому что, хочешь не хочешь, коллектив у Вани растет, развивается, ему становится тесно. Мария, ваш камень уже в коробке. Да, у меня отняли камушек, мне не дали его увезти домой. Осталось только закрыть скотчем. Да, скотч я еще не купил. Там целый пакет скотча. А, все, я купил скотч. Вот. Если их закончится, я закрою. Но в Люберце стоит доехать, да. Да, Лен, у тебя есть последняя возможность доехать в Люберце. Еще месяцок. Примерно. Так что готовься. А потом... Да, ну тут пошли уже в чате керамические споры, мы не будем... Ну почему? ...глубляться в керамический спор. Все, мне запрещали. По контракту. Потому что ты же их хотел... Тебе надо везти, выгуливать своих чудных собачек. Ну да. Они же не могут без тебя. Им надо писать и как. Да. Тоже мы с тобой дальше пойдем, мы же еще пару часов проговорим. Это не проблема. У нас были с тобой четырехчасовые стримы. Шестичасовые. Шестичасовые стримы. Мы можем. Ну что, Вань. Обязательно, наверное, приглашу тебя или к себе, или доедем куда-то, где-то встретимся и повторим эфирную интересную тему. Либо, да. А по поводу Мастер Кафф, либо вы с Паула как-нибудь к нам приедете. С учениками. Ну, здесь у вас... Нет, не сюда. А, в новое место какое-то. Да. Ну да, мы подумаем. Вот. Или вас пригласим, или мы к вам, или вы к нам. Будем дружить домами. Продолжать. Друзья, всем спасибо. Нас смотрело... Сколько максимум ты не отметил? Почти 28. 28 точно было. Это рекорд? Это рекорд. Ура! Видите? Мы сделали этот рекорд. Да. Я вот показываю... Сердечки. Да. Сереженька, давай мы сердечки... Сфоткай его сердечко в чатик. Я научу Пашу. Вот так вот. Нет. Вот такой вот. Видишь? Ну? Да нет. Вот. Сердечко, видишь? Вот. Новая версия. Готов. Готов? Да. Сейчас отправим чатик. Это нам... А! Он нам показывает оттуда сердечко. Да, 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 да. Правильное. Правильное сердечко. Это корейское сердечко. А, это корейское сердечко. Это два пальца, интересно, так согнутые. В чатик сейчас Ваня выложит фоточку. Ну что, друзья, большое спасибо за внимание. Даже я еще не выложил. Я еще пока... А как называется это? Ваш бонсай. Как это? Что такое? Тыкай сюда. Радио бонсай. Радио бонсай. Наши сообщений. Мы просто... Было весело. Да, сорвали этот чатик. Вот. Прекрасно. Это нам, ребята, вам от вас. Нам от вас. Вам от нас. Вам от нас. Вам от нас. Вам от нас. Сердечко. Сергеус. Два даже. Чуть подровней. Это не сердечко. Ты показываешь пальцы друг к другу. Вот так. Ну вот. Молодец. Очень красиво. У тебя молодое, красивое лицо. Ух. Это не сердечко. В смысле? А, да. Сердечко. Вячеслав. Сердце к солнцу. Не надо. Красав, ты покажешь корейское сердечко? Знаю. Любим. Да. Ваня пошел по мастерской и фотографирует корейские сердечки. Ой, какой он у тебя красный. 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 Красный Ваня. Это инфракрасный. Красный слава. Мальчиков, которые покажут корейские сердечки. Ой, друзья. Не забудьте после эфира зайти в сотые. Сотые. Да, да, да. И, да, как всегда напоминаю. Отдай мне телефон. Напоминаю про донаты. О, бусти. Время появился бусти. И не забывайте, что вот это вот бусти очень хорошо поддерживает канал. И вот этот вот в том числе микрофон. Это очень помогает каналу развиваться. Ну и напоминаю о том, что приветствую добровольные донаты. Сейчас я вам скину в чатик мой телефон, куда можете кидать. Все идет на развитие нашего канала. Вот сегодня мы с Ваней общались по новому микрофону. Вообще, вот сегодня премьера нового типа ведения эфира. До этого я пользовался обычным айфонским наушниками. А сегодня вот мы стоим, сидим, точнее, рядом с микрофоном. Как, кстати, звук, скажите, друзья? Ну, вроде никто не жалуется. Никто не жалуется. Слышно нас очень хорошо. Ой, нас закидывают сердечками в чате. О, хорошо. Великолепно. Я очень рад, потому что... Не хрипи ты, ладно. Не хрипи ты, ладно. Не хрипи ты, ладно. Вот, наш человек сейчас, да? Сразу видно. Вот, вот оно. Не, ну я борюсь за качество. Ну, не хрипи ты, ладно. Как ведро? Не ссы ты, ладно. Такое. Простите. Не, ну вы здесь как бы люди... Все свои. Да. Да, но потом этот эфир будут слушать... Кто? Дети? Люди. Нет, кстати, дети не будут, потому что Boosty у нас ограничение 18 лет на всякий случай. Ну да. Да. Потому что Boosty мы выкладываем разные ролики разного уровня. На Boosty вы можете увидеть на неделю раньше почти все ролики с нашего канала. Да, 21+, нет, 21+, это в Японии, это не у нас. 18+, нормально. Ну что, друзья, заканчиваем? Да. Сейчас я выложу несчастного Серёжу с Фикусом. Да что ж несчастного? Счастливого. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся. Да нет, все, все, уходим, уходим. Всего лишь пол коллекции подохло. Ванины собачки не ждут, Юта и Умка не ждут, им надо гулять. Поэтому на этом мы с вами уже прощаемся. Целуем. Да, целуем вас, большое спасибо за эфир. Увидимся через неделю. А предлагайте тему эфира, что вам интересно услышать, что вы хотели бы узнать нового. Вячеслав спросил, где будет видео. А где будет видео, ну, это мы спросим у Кирилла. В первую очередь на Boosty. На Boosty точно. Да. А там уже как решит Кирилл Викторович. Да. Кирилл Викторович заведует. Всем нашим видео и другим контентом. Да. Мы производим контент, а он им заведует. Да. А не на Boosty. А не на Boosty. На Boosty будет. Ну, сейчас мы стараемся все-таки в сторону Boosty. О, Мария, пахнет уже про экибану эфир. Про экибану эфир. Ну, он будет подготовиться. Шикарно. А, кстати. Ты можешь съездить на выставку экибаны. Я туда завтра еду. Пофоткаешь. И так же, как сейчас Мария делала, ты будешь рассказывать. Я сделаю хитрее. Я возьму, поеду в гости к одному из моих знакомых сенсеев экибаны и мы пообщаемся на тему экибаны. Ну, вот, видите. Да. У меня множество знакомых, поэтому... Вот, кстати, хорошая тема. Да, надо ее записать себе. Но это не ближайшее время. Это, я думаю, уже... Не, Мария, ты можешь съездить просто на выставку экибаны, наделать фоток. Ну, что показывать? Потом покажешь... А, ну, фотоматериала у меня много и так. Ты потом, Ямит, покажешь нам вот здесь в чате, покажешь фотки, расскажешь про них и так далее. Потому что же, ну, как бы, вот все. Да. Вот все. Все, ребятушки. Да. Три-два раз, прощаемся. Предлагайте новые темы. Были очень рады слушать. Не забывайте про донаты. Они очень помогают нам развиваться, улучшать качество картинки, звука, видео и всего остального. Всем спасибо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok